здравствуйте друзья у нас на канале сегодня новый гость в рубрике интервью с блогером вот нас блогер представляйтесь меня зовут андрей зондервит моя фамилия а канал называется везде сами зондервит зондервит это фамилия моя нетривиально хорошо так вы живете где пока в россии я подчеркиваю слово пока ну давайте тогда разворачивайте эту тему в чем показ то есть вот этого то что вы в динамике в какой-то но смотрите мы достаточно долгое время путешествовали по всему миру так около не около 50 стран мы проехали железно потом я уже со счета сбился мы это я и моя спутница по жизни светлана и зовут фамилия она пока фамилия не сменила пока но я думаю на спросе выжайшего будущего со спутницей жизни любите путешествовать да я ее называю моя боевая подруга так хорошо с подругой вы значит там на танки объездили всю европу азию африку и но пока в пехоте хорошо и чего теперь но мы так посмотрели сделали кое-какие выводы посмотрели на то что происходит сейчас у нас но и наверное мы пока планы не хотим озвучивать но мысли у нас в сторону скажем так всеми фибрами своего чемодана у нас за океанное настроение я вот так вот в общем все хорошо рисую мне понравилось как и вот посмотрели какое положение сейчас которое раньше было вас не смущало только сейчас вот все дело в том что я москвич и пока доллар был дешевый мне по россии было путешествовать недосуг но вот в виду дорогого доллара я тут знаете попутешествовал вот это лето по россии у меня на голове волосы зашевелились я посмотрел как живут люди я искренне клянусь я не знал этого я думал что в россии дела обстоят лучше где 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 были то хоть это в основном центральная россия это не так далеко от москвы я для себя сделал вывод что москва это некий экономический оазис в котором живут те люди которые немножко ровнее других но если пор его вспоминать да все в принципе ходят на четырех лапах а москвичи уже на двух вот но здесь ситуация такая что вот я посмотрел какие у людей зарплаты посмотрел какая там инфраструктура и честно говоря сердце заболело но вы в россии черноземную часть мы какой-то цели перед собой нет нет не ставили вообще никакой цели мы просто ехали куда глаза глядя тут недавно последняя наша поездка на озеро эльмень и на озеро селигер это два озера который располагается друг от друга селигер шикарное место комары только место просто шикарное но вот у меня сложился ощущение что люди живут какой-то вот святой бедности вот мои ощущения что я там первый раз был боюсь собрать сейчас скажу году допустим 75 и я хочу сказать что и тогда было ощущение как вам сказать было ощущение такое что будет петровские времена находимся какие-то полуизбы полу землянки в 7 часов вечера уже никого на улице не было значит мужики пьяные только женщины вот физически перемещались так горизонтально и так далее они еще очень гордились этим питерской структурой улиц в городе как он там назывался осташков осташков да вот это прямоугольные эти вот значит улицы и цитировали петра который значит там кого он там шведов что-либо финнов значит обучал рыбной ловли этот пусть искусные асташи значит их там научат но вот к вашему высказывания могу добавить только одно к землянкам ну то есть на землянке нас и нашили сэндвич панели но и в принципе так ничего и не изменилось это знаете это когда стоит старое здание его обшивают такими красивыми облицовочным материалом чтобы он казалось новым в принципе вот изменились только фасады но вот как в питере вот идешь по главной улице к на празднование трехсотлетия красивая главная улица невский проспект а чуть во двор заходишь сразу трехсотлетия в глаза бросается вот примерно то же самое это питер до сих пор ну питер чуть-чуть получше я в питере был года три назад последний раз питер конечно но подбел ли его нет два года назад я питер его последний раз питер лучше стал там и новые дома строят там все-таки вкладываются а вот в крупных городах вообще в принципе ну жизнь какая-то есть всего там в россии сколько 13 городов миллионников фактически и там какая-то жизнь есть а вот все что меньше конечно да ну я могу сказать удручающие как мне впечатление этом версии попал это мое личное мнение я понимаю сейчас там на меня накинутся я уже и в своих блогах это все рассказал и рассказал ой прям вообще чуть ли не предателем родина обзывают игры ну 5 я вижу то что вижу если вы видите другое ну хорошо выкладывайте в своих видео я с удовольствием вам поставлю лайк ребят я вспоминаю в советское время там в петергоф мы как-то попали после 9 класса ехал из строя отряды из карелии мы возвращались москву и заехали в питер вот в частности петергоф и так не было 16 лет и в в общем такой был петергоф сказочный а потом я павел версаль собственно чего копией является петербург такой уменьшенный я подумал боже зачем нужен такой версаль когда вот была вот так копия такая сказочная сам версаль только был зачуханный запущенный нет недовложенные деньгами так я бы сказал так виду не имел демократия однако нету денег да ну хорошо то есть вы значит путешествовали да в азию всю азию всю практически проехать за исключением китая даже в бирме побывали посмотрели до чего санкции могут довести страну своими глазами но бирма же она в свое время пыталась поссориться соединенными штатами но и в принципе с развитыми странами что-то у них там не сложились как-то отношения они попали под санкции рамы как и клуба как и северная корея там но все те страны которые пытаются хулиганить как они попадают под санкции рано или поздно вот я увидел до чего бирму довели эти санкции у меня даже будущее там то скажет я их пиарюсь там как ну как бы можно на youtube набрать и посмотреть в каком состоянии нынче прибывает бирма знаете вот мне говорят что я лукавлю но вот платон мне друг но истинно дороже я видел я видел то что и видел зайдите посмотрите это вот это не какие-то там выдержки из контекста это сквозной сюжет покорим шутка улица может она и была такой понимаете какая штука есть две страны вот они прям как зеркало они друг друга отзеркаливают одна называется таймам вторая бирма у них даже маленький вот этот перешей который ведет к малайзии да они его делят пополам до определенного момента и вот две страны 20 лет назад 25 лет назад знающие люди рассказывали что это были примерно две одинаковые страны по инфраструктуре по уровню жизни но таиланд как-то ни с кем не ругался и даже наоборот пытался дружить с теми кто умеет делать деньги а бирма пошла своим как говорится путем к чему две эти страны пришли через 25 лет я увидел собственные глаза что у них за пути они какие-то маоисты коммунисты что кто-нибудь а тут дело не в идеологии у них у всех там буддизма там а там в той или иной степени просто тайцы они более открытые для инвестиций дают больше гарантии и у них не совершаются моменты понимаю часто банановой революции если и совершаются то у них над всем стоит король и короля они беспрекословно любят не любить в короля и не любить короля и озвучивать это публично в таиланде является по моему уголовным преступлением если ты не любишь короля и об этом кому-то сказал тебя могут за это как говорится привлечь к уголовной ответственности вот примерми премьер-министры у них периодически там меняются да но премьер-министр это лицо приходящее и разумеется выходящее правительство тоже вместе с ним уходит а король над всем этим над схваткой и он постоянно дает свои королевские гарантии ребят ничего не бойтесь приходите все что касается нашей внутренней каши вас не касается вы можете инвестировать все будет и в общем то я так понимаю судя по тому как таиланд живет все гарантии были выполнены а бирма как-то там вот со своим военным социалистическим режимом попала в какие-то непонятные диски все этими ну как бы соседняя страна понимает да что у кого-то есть проблемы этим проблемами пользуются то есть получается что девки может быть там в пирме тоже без предрассудков как и в таиланде а вот власть им не дают самореализоваться на туристов ну хорошо цель путешествий какая была то есть вам просто вы любите вокруг лазить по странам или вы хотели чего-то такое у вас счетчик какой-то стоял или вот чего вы так путешествуете конечно без максимализма без этого юношеского вот я хочу искупаться там в ста морях там да и покупаю и посетить 150 стран причем неважно там было там 15 минут или две недели нет здесь дело не в счетчике дело в том что когда ты приезжаешь из путешествия мы же не просто на две недели ездили да мы уезжаем на 7 месяцев и живем среди там вот среди людей потом через 7 месяцев обратно возвращаемся в россию ему уже приезжаем совершенно другими людьми и мы видим вот у нас было два длительных путешествия по полгода каждый но одно было 6 месяцев 2 7 месяцев первые полгода когда мы путешествовали по филиппинам это было вот буквально пять лет назад даже манила эта столица это была какая-то страна ну вот удручающие какие-то кварталы там были просто когда мы туда приехали через четыре года это был качественный скачок я посмотрел что происходит на филиппинах она действительно эта страна развивается люди все привлекают больше и больше приходите к нам приходить и приходить и туда идут деньги страна развивается а по возврату как-то вот даже в москву уж не говоря там про какие-то я как-то вот вижу но все стоит на месте ничего никуда не верится я как-то только мы приехали в сша вот 25 лет практически и разговорился я с каким-то филиппинцем из новеньких а он значит это католики не станем от испании долго были значит вот они католики и он такой оказался католик и он мне значит так ну может быть доверительно рассказывает что от чего в мире все проблемы от чего войны от чего голод нищета там и так далее и решение у него исключительно простое в то время еще не было интернета но сейчас бы вы его быстро нашли причиной всего являются евреи мы всегда мы всегда виноваты да и вот значит я ему это говорю а ты там на филиппинах-то тебе приходилось еврея видеть вот так что вот ну встречал когда-нибудь он ведь нет но вот там написано ну а что с ним говорить но просто я от чего говорю что вот я думаю да это значит надо же филиппина то есть антисемитизм не нуждается в евреи также как там антиамериканизм не нуждается в пятой колонии или там допустим но в конце концов можно назначить из своих ученых кого-то там если что там играть этот предатель там это нормально такая функция вот и как-то и вот это все хорошо но поиск внешнего врага это достаточно такой самый наверное простой путь назначить кого-то виновным во внутренних неурядицах вот на мой взгляд это вот я конечно не хочу какую-то крамолу сейчас там озвучивать да ну как бы вот правильно говорить по-другому конечно ну про крамолу ладно вот как бы это сказать так помягче то когда вот что-то происходит да мы начинаем искать а это вот те то виноваты это вот они все делали нам плохо и вы же за новый же родом из советского союза пожили в нем немножко помните наверное все это да а то что советский инженер получал 120 рублей по курсу 65 или 68 копеек это около 200 долларов как бы что что очень похоже на я сейчас говорю про официальный курс не про черный я сейчас про официальный давайте отталкиваться от официальной точки зрения 60 копеек 60 60 чем-то копеек ну пускай даже ну хорошо 240 долларов вам сколько лет вообще но у меня уже на я уже на пятом десятке просто выгляжу молодым потому как слежу за своим здоровьем конечно помню но конечно не помнить такие приятные вещи особенно когда нам коммунизм в 80-м году обещали как такое забыть вы знаете что все таки а кстати к коммунизму я помню была хорошая шутка когда олимпийские игры там все собирались собирались вы в москве живете конечно я даже помню эти олимпийские игры и вот была такая шутка что значит там вместо обещанного на 80-й год коммунизма в москве состоятся олимпийские игры так и есть да это было в общем так ну обещали дело ведь вот чем я думаю что если смотреть на то что что есть коммунизм с точки зрения вот тех кто в окопах там и там шашкой там наконец какал в гражданскую коммунизм был абсолютно достигнут в то время когда мы жили в ссср то есть враждебные классы истребили включая духовенство куда жил значит там я не говорю тех кто там от органов был назначен там с этим скадилом ходить я же не во всяком случае этих всех истребили значит уравняли всех кого только можно на улице никто не жил от голода никто не помирал в общем то более менее какие-то там холера тиф там вот это все преодолели и я не думаю что коммунизм в сознании вот тех людей был чем-то большим просто время идет и нам хочется уже чтобы у каждого отдельная квартира потом чтобы она была трехкомнатная потом чтобы это был отдельный дом потом чтобы там был огород побольше или там гараж был кирпичным а не там из фанюры но то есть но то есть все как у вас в америке где коммунизм не строили вы знаете что в америке тоже я когда я уже буду по америке путешествовать и когда смотришь в чем люди жили в тридцатые даже пятидесятые там там крохотное все такое но вот 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 такое вот как изба там сельская небольшая маленькая все было это сейчас начали строить вот такое 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 не было не было такого стандарта как сейчас это все меняется поэтому но меняется от худшего к лучшему как мне кажется ну в одну сторону да вектор такой нет вам скажет а вы посмотрите на продукты вы посмотрите что мы теперь кушаем значит вы посмотрите сколько там химии сколько там этого и сколько там я не знаю генномодифицированного хотя в общем пока я не слышал доказал как-то явно что плохо но мы же не знаем что там дальше будет стены модифицировать и так далее то есть вам могут сказать что сейчас уже и рецепты не те и вообще и девки совершенно другие и трава раньше была зеленее это все понимают в калифорнии так точно было да поэтому понимаете мы как люди попутешествующие в шее значит мы можем сказать что мир удивительно разнообразен и если уже так сравнивать вот я бы сказал что знаете вот фраза хорошая была в записных книжках уильфа и петрова про америку была такая фраза потрясающая страна непуганных дураков почему они дураки я не знаю но прошли не знают что там лучше в очереди стоять чем не стоять я не знаю что что именно делали с дураками но они были непуганны вот вот непуганность это это очень сильно и это было в 30 это же депрессия это же в поганое время они ехали это не то что а люди были добрые они были наивные они были открытые они были дружелюбные и так далее и вот они сейчас такие в общем то поэтому и открытые дружелюбные и и не пуганные и так далее а мы оттуда и мы пуганные мы точно знаем что ты не виноват но это ничего не значит потом не виноват и категория относительно вот эта вот мысль от тюрьмы и от суммы не зарекайся это о многом говорит или вот это вот замечательная пословица народная жить живи да не заживайся то есть люди вокруг ну чё ты действительно там сколько с тобой жить живи но по совести вот что люди скажут правда это целый мир и вот но такой как он есть он внутри себя сам органичен то есть нельзя сказать что он чем-то плохо или хорош но просто если ты со стороны смотришь это тебе может быть другое что-то нравится если ты внутри другого не видел так вроде а человек и мы вообще сейчас возьмем это как я оглоблю и все но я вам скажу здесь ничего не меняется здесь до сих пор еще вот не знаю как у людей там до 30 до но вот у меня светланы и 30 лет это моя боевая подруга и у них он не да да я я счастливчик отношениях и у них вот в возрасте в их среде кстати она мне не москвичка она меня из магадана же приехала масло там девки красивые вот она приехал в москву мы здесь познакомились и я любезно пригласил ее в свою квартиру и как бы она мне рассказывала о том что там происходит там действительно все еще вот так как вы сказали здесь москве вот если мой возраст будут смотреть будут осуждать почему тебе 35 лет а ты еще не женат и почему у тебя еще нет детей например то есть людям для тебя есть дело и у них своих проблем наверное нет они все свои проблемы решили поэтому они стараются запустить свой как говорится глаз я подозреваю что москва по населению сегодня как бы ну то есть понятно год прожил ты уже и москвич но в принципе я думаю что там наполовину если не больше город такой пополнился какой-то свежий кроме так по официальной статистике где-то сейчас москвичей 12 миллионов а именно те кто имеет постоянную регистрацию а город по пропускной способности метро перевозят в районе 20 миллионов поэтому ну погрешности понятно что там ну миллионов 6 7 приезжих точно есть потому что еще раз области люди приезжают они готовы встречами считаю меня студентка есть ну выпускница бывших лет она как-то поехала маму навестить в уфу город уфа и две недели значит там она поехала и возвращается и я ну как-то тех когда туда-сюда он сравнивает или совершенно сносит крышу начинает видеть по-другому то что какой-то образ и вдруг этот образ обновляется я бы как-то она говорит ты знаешь так тяжело говорит вот они там все люди вокруг они сутками вот они столько сколько они на ногах они обсуждают соседей знакомых как и вот это вот все постоянно обсуждение обсуждение она уже отвыкла и я так тяжело не могу так и не привыкла заново это все эти были какое мое дело какие-то люди что что к сожалению это так есть такой момент и даже на себе на собственной коже это пришлось одно время даже как-то прочувствовать но особо не восприимчив я к этому а когда ты не восприимчив соответственно ты человека из вне то есть ты человек как бы система тебя начинает много недолюбливать а чё это ты не такой как мы а вы мне вот чего объясните вот вы там тут 6 месяцев там 7 месяцев до этого еще более короткие перебежки значит вы я извиняюсь может какие нетрудовые доходы имеете да нет все легально даже в налоговую деклара налоговую декларацию подаю хожу все дело в том что в прошлом немножко учился потом много работал работал в крупной корпорации транснациональной причем не какой-то там маленькая именно в одной из крупнейших табачных корпораций меня называли кофман но это же уже такой американский юмор а я кофман ну знаете но я на английском свободно говорю поэтому кофман это человек кашля кофман это видимо про на другой вот и заработал я воспринимал как бы на немецкий но и дешево нерши типа купец кофман ну хорошо не но кофман это кофман это немецкий уже это совсем другая история да вот значит заработал деньги удачных инвестировал потом здесь было долгое время более или менее френдли такая налоговая система которая позволяла честно получать свои доходы с ренты честно по ним отчитываться и даже не жить в россии по полгода но это как я знал что это не будет всегда я знал что рано или поздно это знаете как говорят лафа а что произошло объясните вот скажем был какой-то налог там 13 процентов я вам больше скажу налог был 6 процентов если грамотно все оформить но мы как представители скажем так богоизбранного народа и люди которые очень любят копаться в бумажках извлекать из этого какие-то выводы я вам скажу так ну я покопался немножко и понял что зачем я буду платить если я могу легально платить но зачем 13 если можно платить 6 вот значит сделал все по закону отчитывался перед налоговой ну и собственно продолжаю это делать потому что мы куда без этого на другой вопрос что на сегодняшний день покупная способность населения упала наверное процентов уже наверное на 50 ну точно половину в рублях упала на 50 процентов а валюта еще и добила девальвация добила окончательно но сейчас я расскажу сначала как все произошло да и про народ население тоже расскажу это очень интересная тема значит смотрите на сегодняшний день после того как упали арендные ставки в принципе жить то можно еще до стоимость аренды жилья всего абсолютно всего то есть стоимость упала раза в два где-то местами даже в три причем не в рублях а долл а доллар еще и усугубил эту ситуацию то есть мало то есть да допустим те люди которые раньше зарабатывали с аренды 3-4 тысячи долларов в месяц сейчас даже тысячи не зарабатывают квартире или чего с квартиры на сегодняшний день с однокомнатной спальном районе человек зарабатывает около 300 400 долларов в месяц то есть из этих денег он еще должен заплатить коммунальные платежи стоимость аренда примерно ну сейчас 25 тысяч рублей однокомнатной квартиры вот человек тебе арендатор отдает 25 тысяч рублей это по сегодняшнему курсу 400 с чем-то доллар а было а было 1200 1300 однокомнатная стоила однокомнатная если в центре там до космоса доходило если жить с аренды квартиры просто я просто это было серьезно но сейчас все доходы сейчас вот доходы сократились втрое причем по телевизору мне говорят о том что нет реальные доходы населения сократились всего лишь на 15 процентов но вы понимаете вот я не знаю когда мне пытаются когда мне пытаются по телевизору показать голую попу и говорят смотри это соловей я вот своим глазам то верю больше наверное да и чтобы как бы вот музыкальном смысле это голая попа не пыталась исполнить исполнить все равно я не поверю то что это соловей но мне вот меня пытаются убедить в том что это соловей мне говорят нет народное население зарабатывает сейчас всего лишь на 15 процентов меньше когда я начинаю приводить факты а причем тут доллара вы что в доллар в доллар в зоне что-ли живете все понятно разговор окончен если вы рассуждаете так значит народное население вот ваш вопрос да почувствовала на мой взгляд но сейчас начал потихонечку отходить наркоз анестезия вот это вот которая целый год тут просто-напросто сковала мозги людей железным обручем и люди скидывали ручку там кричали да здравствуй там и все такое прочее как бы это их личное дело я ни в коем случае не осуждаю просто я пытался понять а к чему все это приведет значит на сегодняшний день я четко отслеживаю все свои расходы потому что везде плачу карточкой и вот в сравнении с тем что я отдавал за еду полтора года назад и в сравнении с сегодняшним днем расходы только в части вот еды возросли на 40 процентов может быть вы питаетесь только импортным нет вы знаете даже при условии что мы перешли мы импортным на сегодняшний день в принципе не можем питаться потому что больше чем многие продукты которыми мы питались это импортными они сейчас попали под санкции и мы их принципе не видим у нас дело дошло до того что конечно может не знаю говорить так говорить светлане вчера сын сыр приснился потому что тот сыр который сейчас на прилавках но я его кушать не могу это не сыр единственное что без братской белоруссии иногда бред бывают такие хорошие там партии на основном счет все больше и больше плохие стали приходить от нормального сыра я не вижу его кушать нельзя это не сыр это сырный продукт некий а те сары которые были раньше их в принципе нет и вот что сейчас у нас тут придумали да она только снится нам теперь и теперь и теперь нам вот сказали даже если контрабандом путем сюда продукты вот эти санкционные будут попадать на границе их будут ловить и прям сжигать спичку спичку специальную купили за 6 миллионов рублей бюджету она обошлась или несколько печек я уж не знаю каждая по 6 миллионов в общем продукты будут сжигать теперь все санкционные которые нельзя нам кушать по закону вот такая вот поэтому я думаю можно просто ввозить нельзя нет уже и кушать нельзя уже и кушать нельзя ввозить нельзя а если ввезено то и поймут они хотели бы их конфисковать и отдать детский дом нет они хотели это рпц российская наша церковь предлагала отдавать детский дом решили что не стоит решили лучше сжигать то есть все таки рпц оказалось на высоте смотри как там есть там есть добросердечные люди я надеюсь что остались еще там да смотри как ну вот к сожалению решили что не стоит где детишкам сиротам отдавать пусть наши советское кушают а вот все что санкционное вражеское все что там привезли из-за этого из этой страшно чувствуется что вы как-то политизированы вот так обсуждаете или вы с экономической стороны просто не я с экономической стороны я вообще далеко от политики я просто смотрю на людей которые вот как то вот у нас здесь очень много политизированных людей очень много все так поддерживают правительство я так рад за этих людей молодцы ребята но каждый раз и мне хочется задать им вопрос ребята кушать то что будете ближайшее время если ваши доходы уже втрое сократились не на это при советском союзе жили это и в берме люди живут я же уже говорил об этом северной корее не приходилось вы знаете если даже у меня была такая возможность но я нами но я намеренную эту возможность обошел страной да да где в некоторых районах молоко до сих пор вы знаете вот что куба что джамайка вот я разница особо не заметил там нищета но на джамейке хотя бы но хотя и на кубе есть дорогие кварталы там себе отеля но я сейчас говорю про простых людей которые живут но в некоторых районах куба но действительно молоко 10 лет назад еще было предметом роскоши не знаю может быть сейчас остается на кубе на джамейке я был 10 лет назад вот я не понимаю какая свобода если для тебя молоко является тот точь что-то пить и тем что-то бьешь по праздникам ну нет мы знаем о какой свободе они говорили это вообще при мне все было это фидель бородатые там господи песни пели в начале 60-х вычете такой подъем был там клуба любовь моя остров зари багровой песня летит над планетой звеня клуба любовь моя как же потом уже по-другому стали петь там куба отдай наш хлеб куба возьми свой сахар куба хрущева давно уже нет кубу пошла ты очень так тоже пели в какой-то момент там любят россию сейчас конечно любят говорят мы недавно им долго простили около 20 миллиардов долларов конечно нас любят как так как нас таких не любить может быть благодаря этому в какой-то степени вот уличес отношения с америка налаживаются потому что там долго простят ракеты снова поставят и как-то это все может быть не камильфо поэтому может быть и вот говорят ладно эти долго хвостили а мы вам значит блокады снимем хотя надо сказать что в америке очень хорошая реакция позитивная была на это то есть вот столько лет это все было но когда обама отменил так неожиданно то в общем то кто-то пытался там что-то рожи строить но но в целом очень очень положительная реакция но вы знаете вот если мы возьмем как в качестве примера такую страну как камбоджа до тех пор пока там был в меру вменяемый такой человек а вы его звали полпот по моему я помню полпот и янг сарик их двое вот они вот довели страну они же там пытались построить аграрный социализм насколько мне известно даже самая схема пришли туда уничтожили все творческую на данном случае духовную интеллигенцию оружие у них не было поэтому мотыгами пальмовые листы такие вот последний раз был я в музее войны и последние данные обновленные 3 миллиона они там говорят цветки уложили это просто я не знаю как это назвать и кстати все эти люди дожили там до старости до почтенных лет некоторые даже в университетах умудряются то есть подвижники вот этого товарища до брат номер один красных мер вот они значит дожили до почтенных лет преподают в университетах он получает пенсии между прочим от государства но государство которое было пыталось построить тотальный социализм такой аграрный она живет просто в какой-то отчаянии не удручающая именно что в отчаянной нищете стоило только открыть открыться границам пошли туристы пошли инвестиции начали строиться отеля камбоджа за пять-шесть лет просто преобразилась она потихонечку начинает наверстывать и пущено и скоро даст 100 очков ура тайвана у меня студенткой было недавно из но тут девочка нос если она в америке сейчас живется себе хорошенькая такая ласточка лет там не знаю 20 ну и я так с ней разговариваю и я говорю так ты чё прямо за этой кампучи она ведь да ну ты слышал там чё был там у меня это родители рассказывали я вот так ты чё говорю никогда живого коммунисты не видел и она так не не хочу смотреть даже не зоопарк пойти то коммуниста посмотреть понимаешь как мы видели правда коммунисты коммунистические времена были довольно таки веселые демонстрации вот эти вот все это было здорово конечно да незабываемо магазинах шаром покати но зато мы такие все идейные мы были молодые энергии было много стакан принял на демонстрацию нормально смотри девчонки ночью это господи арчур чё надо-то молост это я как у давлатова я помню читал один брат еврея уехал в штаты а второй брат еврея остался в советском союзе и вот один другому там как-то через какую-то там левую почту ну а чё как там живешь-то живу бедно а ты как я тоже бедно ну расскажи чё у тебя да вот живем в коммуналке там все такое прочее там ботинки не могу не в счет так ну как описывать советскую жизнь а второй говорит да я тоже бедно парк парк машин четыре года уже не обновлял ну это парк машин у меня нет парка у меня вот две машины в семье у вас же нормально по моему да ну две но было вот три я на самом деле я купился такую игрушку фиат 500 мне хотелось поскольку я недалеко от работы живу то я думал я тут по кварталам там по городским улицам будут только маленькие машинки мне очень хотелось но тут меня блогинг убил потому что она шумная во первых во вторых там вот это место для камеры почти нет и получается что ехать и видео снимать мне невозможно и поэтому я там за два года проехал полторы тысячи миль но то есть совсем почти не пользовался и так и я в лист брал на два года вернул а какого ставка полезу ну там же каждый раз считают принципиальный вопрос это оценка стоимости машины в момент возврата то есть ну допустим это сегодня стоит двадцать тысяч когда я верну она допустим стоит двенадцать износ считается вот эти восемь тысяч амортизации они как бы определяют в основном сколько я плачу в месяц бывает машина дорогая но у неё амортизация медленная ну скажем японские машины у них амортизация медленнее чем например у европейских или американских поэтому если ты берешь за 50 тысяч например вниз машину японскую или американскую или европейскую то японской будет стоить тебе дешевле чем на американская или европейская потому что ожидаемая ее остаточная стоимость будет выше Но я просчитывал там один момент, японская, она действительно в лес дешевле, даже здесь она немножко дешевле, тут проценты другие, но тем не менее, но японские запчасти дороже, допустим, взять тот же самый, потому что они здесь не производятся в России. А если взять Ford, который производится здесь, у него бывают там кое-какие ставки интересные, но в основном ставка чуть-чуть выше, допустим, рыночная, но при этом запчасти дешевле, потому что недавно я сделал ремонт буквально какой-то копеечный по своему форду. Ну ладно, это такая тема, я что хотел сказать, два года назад, когда Светлана начала смотреть ваш канал, ну я как-то вот даже и, ну канал и канал, она частенько там смотрела разных блогеров, и вот буквально недавно, вот две недели назад, мне, вот не поверите, мне приснился сон, как будто вы берете у меня интервью. Вот что это такое вообще, и вот я не знаю, что это такое. Ну, я думаю, что психологи, там у них одно объяснение, люди верующие, там у них другое, эзотерики, там вам еще как-то скажут. Ну, я думаю, что во сне происходит какая-то обработка информации, которая днем накапливается. То есть подсознание, оно уже продолжает работать, а там сознание, ну, отключилось, мы спим, вот, поэтому, поскольку там процесс все время идет, и оттуда с разных сторон набегает, я к этому отношусь так, без, как сказать, каких-то предубеждений. У меня был случай, смешно очень, когда мы уезжали в Америку, это было, ну вот, 25 лет назад, и в это же время у нас ребенок, там, ну, и мы ей что-то такое, я какую-то ей читал, там, Тору, Ветхий Завет, там, для детей, там, что-то такое, какую-то книжку с картинками красивой. Тогда стали вдруг появляться такие книжки, раньше же не было. И она так очень это все воспринимала, я ее спрашивал, как вот сказку, или как вот, как историю, она говорит, это больше как история, чем сказка, ну, хорошо. И вот я думаю, что мне навеяло там этим, потому что однажды я просыпаюсь, и жене рассказываю сон. А она гораздо более к этому так чувствительно относится. Я ей говорю, ты знаешь, приснился мне сон, и это правда, что вот материализовался передо мной сам. Так вот, и говорит, будешь ты, говорит, в Америке задание выполнять, я, говорит, тебе с заданием пошлю. Я говорю, да мне не надо, я говорю, я, мы тут по еврейской линии, нам совершенно ни к чему, вот, мы там обустраиваться, она говорит, он как-то строго меня так, типа, не спрашивал тебя никто, так он сказал, недовольно, и исчез. И, значит, я жене рассказываю, ну, так я смеюсь там, и все. Она говорит, что же он имел в виду, говорит она, какое это задание. Значит, я говорю, Света, я говорю, ты что, я говорю, ну, сон. Нет, 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 говорит она, это ведь не просто так. Потом уже, когда эта школа началась, и вот это все, значит, вывод народа из Египта нищеты, там, в обетованную землю, значит, айтишную, и она говорит, ты помнишь, говорит, вот тебе задание-то давали, ты думаешь, это что? Вот, поэтому я к чему говорю, что сны там, ну, да. Слушайте, так, а вы вот такие все путешественники, вы чего смотрите всякие там блоги? Вы там что-то такое находите интересное? А, ну, вообще, вот, Светлана в вашем блоге нашла много всего интересного. Во всяком случае, вот, именно от вас, в общем-то, ваш блог был импульсом к тому, чтобы мы начали рыть одним местом землю, ну, я в данном случае имею нос, да, как это модно говорить, чтобы мы, да, шнобелем, чтобы начать какие-то действия не по каким-то временным, не по половинчатым решениям, а именно уже по конкретному перемещению, потому что чувствую, что припекает, потому что вот, ну, мы уже чувствовали эту потребность давно, но не знали, как это оформить лучше. Я знал, что там есть какие-то, в Германии, в Дойчлен, там какие-то программы, но они уже полузакрытые, полу непонятно какие, через женитьбу, как бы, вот, через фиктивную, для меня, вот, с моральной точки зрения, вообще не вариант, я фиктивный брат не буду заключать. Делать не в моральном, это криминальное действие. А, ну, и тем более, здесь еще пока можно, вот, здесь еще пока в России можно. Ну, закон-то что говорит на это? Закон вообще ничего не говорит, нет такого понятия, доопределенно. Заговорили сейчас о том, чтобы пресекать вот эти вещи, да, но, опять-таки, как понять, насколько этот брак был фиктивный или нефиктивный, они еще пока не разработали некий инструментарий. А у нас тут есть методы, вот они там... Признаки, признаки, у любого преступления есть признаки, правильно? Ну, как юристы. Ну, в Израиле, например, там, допустим, поехали, вы в Израиле, и вашей Светлане, там, пришлось бы проходить ГИЮР, например. Ну, или там не пришлось бы, она решила проходить ГИЮР. И вам будут приходить, значит, там, верующие люди и смотреть, где у вас там мясное, где молочное, там... Где кошерное. Ну, она, там, если ее бы сделали, там люди проверяют, они сразу видят, вот, где чего, так, отклонение. Есть специалисты. Это понятно, но в Германии немножко другая система. Там, там у них как-то... Там вот даже если вы просто вместе живете, вы уже считаетесь мужем и женой. Пусть не юридически, но фактически. Гражданский брак, да. Гражданский брак, и он признается в качестве... Если вы будете потом расходиться, то там раздел имущества, все эти вещи сопряжены. Здесь же пока... Здесь вообще это никак не регулируется. Ну, и, в общем, для меня это был не вариант в принципе, потому что я решил, что я эффективный брак просто не могу заключить. Вот я подумал... Вы знаете, что еще в советское время еще было понятие, это называлось тогда вести совместное хозяйство. Если вы везете совместное хозяйство, гражданский брак это не называлось. Вели совместное хозяйство. Если вы вели его там достаточно продолжительное время, там, типа, пять лет, то дальше имущественные права ведущих совместное хозяйство были такие же, как если бы они были женаты. Насколько я помню. Ну, в какой-то степени это справедливо, я считаю, потому что обе стороны защищены, и если уж действительно люди живут вместе, но у них расстроились отношения, ну, надо как-то это по-человечески урегулировать. Так вы скоро что, в Америку, в Канаду, куда вы? Михаил, знаете, зависть людская, такая штука, не хочу пока. Ну, хорошо, ну, где-то вот... Но скажу вам так, ваша школа нам очень нравится. Мне тоже нравится. Я уже начал изучать потихонечку тестирование, начал его... Ну, уже тест-кейсы какие-то сам пытаюсь сделать там. Вот. Все это пока на уровне такого дилетантства, и начал потихонечку изучать язык HTML, CSS сейчас учу, ну, и как следствие пришлось мне учить о JavaScript. Просто это как-то одно из другого вытекает. Вы знаете, я вам скажу, сегодня с утра, вот у нас, у меня сейчас 9 утра, и я где-то с пол-восьмого проснулся, пришел к компьютеру, там, бум, и парень мне пишет из Майами, студент, онлайн у меня студент, и говорит, Михаил, там, вот, меня там берут на работу, сегодня будут принимать референсы, пожалуйста, значит, там, будьте на месте, там, туда-сюда. Я ему даже дал мой сотовый, говорю, пусть на сотовый звонят, если что. Так, 80 тысяч, слушай, 80 тысяч, он в онлайновом классе учился, он даже не вот за тысячу баксов, он сидел дома, занимался, и это в Майами, в Майами 80 тысяч, как у нас тут 250, с точки зрения вот покупки недвижимости, вот этих цен чудовищных. С точки зрения покупной способности денег. Да, покупательной способности денег, это просто что-то, ну, немыслимо. Я вам скажу, даже в Кремниевой долине получить 80 тысяч, скажем, там, после нашей школы на старт. Это очень много, ну, скажем, 65, ну, 70, ну, 80, вот, а это, а в Майами, и я что хочу сказать, что просто, я сам постоянно думаю, боже, неужели это возможно? Вот ты вроде сидишь, руками делаешь, и думаешь, что же я делаю-то, что же я делаю? Космос. То, о чем вы говорите сейчас, это космос. Я не знаю ни одного человека, хоть я и не бедный человек, я не могу, пожалуйста, на свое финансовое положение, но, ну, правда, в последнее время власти делают все для того, чтобы оно стало хуже и хуже, да? Вот, она, вот, я не могу назвать ни одного примера, кто бы вот в среде моих знакомых, ну, в реале там, ни одного человека, кто бы зарабатывал больше 15 тысяч долларов в год сейчас. В год, в год. Давайте я расскажу анекдот старый, советский анекдот о том, как еврею было плохо. Значит, там история такая, что, ну, знаете, как сказки про рыбака, там, золотую рыбку, там, ну, жили люди, там, старик со старухой, жили, ну, пусть в Ялте, допустим, они жили, и вот, или там, в Сочи, вот они жили, и так у них, в общем-то, все было. У них был дом хороший, большой участок приусадебный, дом кирпичный, там, забор кирпичный с металлическими решетками, гараж хороший, жигури, ну, в общем, нормально жили. Вот, дети-отличники там, физмат-школи, ну, все ничего, но были они евреи, это беспокоило их. Однажды взял свой спиннинг японский, дед пошел на берег, там, Сине море, там, в Ялте, Сочи, там, в Новороссийске, где я там жил, и, естественно, золотую рыбку, и все дела, и жалуется, что вот, рыбка говорит, паспорт с собой, смотри, смотри, паспорт русский. Он бежит радостно домой, прибегает, и что-то удивляется, потому что дома того нет, а какая-то лачуга стоит, покосившаяся, и забор какой-то, не забор, а плетень, какой-то уже вот такой на бочок, и машины нет, и гаража нет, и ничего нет, и посреди двора, значит, корыто разбитое, и дети там в пыли, значит, возле этого корыто, и он, он говорит, детки, а мамка где? А он говорит, да пошла на жидов стирать. Вот, поэтому вы уж такой, прямо там такой несчастный, и вас там обобрали. Нет, 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 я не говорю о том, что обобрали, нет, я не... Нет, я парадин такая. Нет, здесь, понимаете, какая штука. У меня складывается такое ощущение, что в данной ситуации Россия становится каким-то таким локальным рынком, да, где дешевеет не только рапсила, но дешевеет относительно твердой валюты и все товары, и складывается ощущение, что скоро... Знаете, есть такое понятие доуншифтинг. Конечно. Вот когда вот скоро азиаты поедут сюда, китайцы, они уже сюда поехали, а сюда поедут доуншифтить, потому что здесь тупо жить дешевле становится, потому что вот это факт, это реальность, потому что в Москве квартиру уже можно снять за 450 долларов в месяц в спальном районе. Это... Это достижение, на самом деле, это достижение. А люди из регионов, им проще стало в Москву? Все-таки в Москве работа-то есть, нет безработицы. Ну вот сейчас мы мониторили рынок, банковский сотрудник, который обслуживает клиентов, на сегодняшний день в Москве зарплату у него... Сейчас скажу, сколько. 30 тысяч рублей в месяц. Ну, грубо говоря, 500 долларов в месяц, это 6 тысяч долларов в год. Никаких бенефитов и даже обеды не оплачивают. Вот и думаете. А обычно обеды оплачивают? Ну, обычно там какие-то... Ну как, ну, кормили людей? А вот что, обеды... Вас людей не кормят на работе там? У меня там студенты, если принесут, там, они все-таки торты несут, фрукты. Ну, это у вас. А в принципе, когда человек в компании выстраивается... Насколько я знаю, в компаниях так-то люди... Ну, кормят людей там более или менее. Ну, стараются. Ну, нет. Ну, это, допустим, есть такие извращенцы типа Google. Ну, например, уже в Microsoft такого уже нет. Есть столовая, ты придешь там, ну, заплатишь что-то. Там, может быть, недорого, но все равно какую-то денежку с тебя возьмут. Это не будет ресторанная цена. Ну, какую-то денежку ты заплатишь. Но даже в Google они как бы все это вот дауншифтаются. По сравнению с... Уже дурных сверхприбыли уже меньше, понимаете? Поэтому становится более таким экономичным. Вот раньше там можно было водить сколько хочешь там разных людей. И теперь, значит, там не чаще, чем там что-то. То есть, они тоже денег стоят. Это же все не бесплатное. То есть, откуда-то деньги должны быть. Нет такого, чтобы кормить сотрудников. Ну, бывает, что там менеджер там свистнет или там привезут пиццу. Они там беседуют и, допустим, кушают пиццу. Бывает, компания заплатит за пиццу из общественных. Бывает, например, вот, ну, скажем, есть такое понятие happy hour. Ну, например, в пятницу с пяти часов до шести, там, шести-тридцати-семи. Тридцать процентов скидка. Не-не-не-не-не, придачут там пару ящичков вина. Там, допустим, Бернинг. А в Калифорнии это вино такое, как компот. Все бьют со всех сторон. Значит, вот тебе там ящик белого, ящик красного. Там какие-нибудь там крекеры, там колбаску, сырок. Я не знаю, ну, что-то еще такое. Вот. И народ просто болтает, там, с бокалечками ходит вокруг, там, выпивает, рассуждает о жизни. Вот happy hour. То есть, никто не работает, а так они... Кому надо работать, те работают. Ну, я понял. Но здесь немножко, вот Москва еще более... Москва-Питер более или менее себя чувствует. То есть, здесь работа на 30 тысяч рублей, то есть, на 500 долларов в месяц можно найти. Ну, правда, из этих 500 ты еще 100 отдашь за коммунальные платежи. У нас же... Это если жилье бесплатное свое? Даже бесплатное, если это вот 100, как раз минимальная ставка, потому что, ну, вот, ну, за однушку... Ну, вот мне сейчас, я живу, правда, в 100 метрах квадратных, а это считается круто, как бы в Москве жить в такой большой квартире. Вот. Я извиняюсь, это общие площади или полезные? Это общая площадь еще вместе с балконами. 100 тысяч, тысячи квадратных футов, однушка это... Четыре комнаты у меня. А, четыре комнаты, то есть, три бедрума. Четыре комнаты. Три бедрума. Ага. Я понял. По американским понятиям это такой, немножко, он такой тесненький для трех бедрумов. То есть, так как... По московским понятиям я буржуй, которого нужно раскулачить. Вот. Значит, вы понимаете, да? Ну, нужно, значит, раскулачить. Человек, который живет... Ну, оно, собственно, так и происходит, потому что в мае месяце я получил... Я получил платежку на 5200 рублей. Ну, это так, по тому курсу это было 100 долларов. Сейчас курс немножко поднялся. А в июне я уже получил платежку на 7,5, потому что у нас... Ну, представляете, почти на 40% увеличили стоимость коммуналки в кризис. Я не понимаю, зачем. Я пытаюсь перевести. Вам выписали счет. А, да. Мы счета, у нас есть такое понятие, как единые платежные документы. Мы их получаем в почтовые ящики. Ну, вы, наверное, так же. Можно по интернету это получить все, конечно, да. То есть, это все тоже можно. И оплатить можно уже по интернету. До нас эти технологии, до москвичей дошли. За что вы платите? Вода, электричество, что это? Нет, вода... Да, вода сюда входит. Электричество еще отдельно. У меня 1000 рублей в месяц. Интернет у меня еще плюс к этому отдельно. Мусор. И отдельно еще телефон. Я плачу просто некое техническое обслуживание. Что это такое, для меня остается загадкой. За квартиру. А, ну а в квартиру мою никто ни разу в жизни не зашел. Не, не, ну подождите. Ну, есть дом, значит, есть участок вокруг дома, надо за ним следить. Есть освещение вечером, оно стоит денег. Там кто-то даже пройти по личным клеткам подмести, мусор вынести. Нет? Вот это все стоило как раз-таки 5200. Но в кризис наши мудрые... Я искренне люблю наших руководителей. Наши руководители мудрые придумали такую штуку, как сбор в общий котел за будущий капитальный ремонт. Причем схема просто... Конечно, у нас тоже так. А, знаете, какая схема? Она просто идеальная. Значит, смотрите. Ну, надо принимать во внимание пассивность и инертность нашего народа. Когда я людям рассказал, что будут собирать деньги, у нас есть два пути. Первый – это копить на общий наш домовой счет. На меня даже никто внимания не обратил. Это было где-то примерно начало этого года. На меня смотрели как на инопланетянина и не понимали вообще, в принципе, о чем я говорю. Я сказал, ладно, все равно с вами бесполезно. Есть второй вариант. Можно накапливать просто вот в общий котел сбрасываться. И вот когда наш дом, я посмотрел по плану капитальный ремонт, какой-то там 33-й или 35-й год. То есть, я сегодня буду каждый месяц полторы тысячи рублей сбрасывать в общий котел, чтобы каком-нибудь... Вот здесь вот у нас недалеко есть район, там такие старые дома пятиэтажные. Там живут люди, которым, в принципе, ничего по жизни не нужно. Вы где примерно живете-то? Я сейчас нахожусь на юго-востоке Москвы. И вот здесь есть район, он называется Люблинова. Конечно. Я далеко от меня. Текстильщик там в ту сторону. Да, да, да. Но, кстати, сам-то я родом из Лефортово. Кстати, там кто и стал... Тот институт, который вы заканчивали, я пробовал в него поступать. А где вы в Лефортово-то жили? Улица Авиамоторная. Да вы чего? Конечно. А знаете, там такой район, вот я не знаю, судьба не судьба, Американка он называется. Америка его еще звали, этот район. Нет, а где это? Ну как так, Кабельные улицы, знаете? Да, Кабельные улицы. Кинотеатр Факел. А нет, ну Кинотеатр Факела тоже ближе к метро. Так. А дальше, значит, Первая Кабельная, Вторая Кабельная и Третья Кабельная. И вот Третья Кабельная, там как раз район называется Америка. Правда. Ну, я туда редко ходил, это от нас далеко. Ну, туда и там и делать нечего. Мы возле Академии бронетанковых войск, или Малиновского, там проживали. Ну, это уже бронетанковая академия, это же другая история совсем. Это уже другая, это китайка уже, это уже там, да-да-да, это же совсем другая история. Понятно, понятно. А если вы видите, там как раз посередине, между ними. Да, между ними как раз и находится. Понятно. Ну, так вот, и вот, значит, что же произошло. Сейчас, значит, мы скидываемся в общий котел для того, чтобы вот бездельнику, которому вообще ничего по жизни не нужно, вот он сидит влюблено, 20 лет водку пьет, нигде не работает. Чем живет, непонятно, ну, чем придется. И вот ему за наш счет будут ремонтировать... Я только хочу уточнить, у вас дом не кооперативный, у вас дом в собственности чей? В собственности в частной, ну, то есть, дом-то, общедомовое имущество, оно вообще непонятно, кому принадлежит, а квартира, понятно, что моя личная. То есть, вот такая у нас форма... У вас нет такой формы собственности, как вот был кооператив жилищный, да, то есть, вы... Пытаются, пытались у нас 7 лет назад ввести такое понятие, как ТСЖ, товарищ со собственников жилья, но ввиду того, что население инертное и пассивное, эта программа полностью провалит... То есть, вы не можете на самом деле откладывать деньги на счет вашего дома. Понимаете, в Америке есть такое понятие, как кондоминиум, ну, почти как кооператив. Вот кондоминиум, вот мы, допустим, все там живем или там владеем, да, и мы выбираем правление. У нас есть счет. На этот счет идут всевозможные отчисления, в частности, на капитальный ремонт, последний какой-то. Мы нанимаем менеджмент-компанию, их много. Мы нанимаем менеджмент-компанию, которая предложит хорошую цену, сервис там и так далее. Менеджмент-компания будет обслуживать, подстригать травку там с электричеством, там бассейн, там еще бассейн на территории, паркинг подземный по этим домам там и так далее. Все это убирается, чистится и так далее. И вот есть как бы экономическая единица в виде, ну вот пусть будет товарищество, так сказать, по владению и эксплуатации, да. И дальше вот эта единица, она как-то действует. Больше того, деньги, которые накапливаются на счету, там много денег. Эти деньги, их еще куда-то вкладывают так аккуратненько. Там есть мужик, который в правлении, который сам банкир инвестиционный. Вот, и он вкладывает так, чтобы там, ну, без риска, но чтобы максимально, но без риска. И вот он следит специально, там, отчитывается, и там, тут 2% заработал, там, в хороший год и 5% мог заработать, там, вот так вот. Здесь немножечко не так. Здесь для того, чтобы начать накапливать на персональный счет дома, нужно собрать так называемое конституционное большинство. А это 66% всех собственников, включая государство. Причем государство голосует одним голосом. Ну, там смотрят, вот, в процентном соотношении, допустим, государственных квартир 25, да. Вот, значит, если государство голосует за, вот у тебя уже 25% голосов есть. А может и против, значит, у тебя этих голосов нет. Вот, значит, и собрать эти 66%, даже при условии, что все квартиры приватизированы, вот, поверьте, нереально. Я пробовал это, это просто нереально. Бесполезно, ты приходишь к людям, начинаешь им что-то объяснять, они смотрят на тебя. Да ты какой-то засланный, ты, наверное, своровать наши деньги хочешь. Не, мы лучше государство отдадим. Вот так. Ну, значит, надо, чем хороша реальность? Принимаешь ее как есть, и хорошо, и не волнуешься больше. Как дзен-буддист. Как дзен-буддист, улыбаешься и думаешь, ну, и ладно. Конечно. Да, что же. Слушайте, а вот сейчас вот, я с советскими временами, вот, если сравнить. Вот сейчас, например, воровать это прилично? Или, скажем, или это неприлично не воровать? Вы знаете как? В наше время все-таки воровать, вот, говори, вор. Вот, ну, там, директор ресторана, говорит, ну, это вор. Или там какой-то, ну, вор. Ну, сейчас то же самое говоря. Вот чиновник почему-то у всех стереотип такой в голове. Сто процентов вор, да. Причем неважно какой-то. Работаешь на государство, значит, воруешь. Почему-то у всех такой стереотип в голове. Причем у меня складывается такое ощущение, что вот все те люди, которые, а их большинство, которые не любят этих воров, да, с удовольствием бы с этими ворами поменялись бы местами. Вот, как-то вот так складывается ощущение у меня такое. Хорошо. А это, опять-таки, мое личное мнение. Возможно, я не прав. Хорошо. Давайте мы к вашему блогу тогда вернемся. Соответственно, может, так, время идет. Меня на работу скоро. Значит, про блог, про ваш. Вот вы в блог, так, немножко мы так развернулись, со Светланой. А Светлана тоже участвует у вас в блоге? В основном как оператор. Редко как актер и как ведущий. Значит, вы в блоге пытаетесь показать, что? Просто вот за границу? Или вы ее сравниваете с Мазерлендом? Или вы вообще чего делаете? Изначально блог задумывался как некий полезный ресурс. Вот, нет, сначала мы хотели просто показывать такие открытки, да, то есть, вот снимать какие-то пейзажи и делать это для того, чтобы, ну, самим потом было приятно посмотреть. Потом мы вдруг открыли для себя такую функцию, как монетизация. И поняли, что с этого можно, я даже не знал об этом, то есть, мы не с целью зарабатывать деньги это все делали. Просто вот самим. Ну, прикольно, прикольно, все равно там, тут 50 долларов, там 100. Ну, как бы у нас таких заработков нет. Ну, просто вот оно упадет как-то на карточку, думаешь, о, приятно как-то. А потом мы поняли, что людям интересен такой некий полезный контент, вот как куда доехать, там, где что снять подешевле. Ну, и нам тоже это было как-то интересно. Мы начали это все снимать на видео, я начал как-то осваивать видеомонтаж. Ну, как обычно, все вот эти вот ступени. Сначала ты монтируешь в Pinnacle, потом в Corel, потом в Sony Vegas. То есть, там, сначала у тебя проект весит 4 гига, потом ты потихонечку повышаешь качество и снижаешь вес этого проекта. Осваиваешь какие-то вещи, которые там, ну, там, резкость, там, ну, играешь вот эти... Я пока в Pinnacle, мне хватает выше крыши. Но вы когда вот... Вот сейчас вы сохраните этот проект. Вот сколько, вот часовой проект, сколько у вас будет весить? Вы знаете, что? Вот этот инструмент, в котором пишется это, Contagion, он какие-то чудовищные файлы создает по размеру. Типа, там, 15 гигов, 20 гигов, такой. Да. Потом начинается производство самого видео, когда уже переводится в видеоформат. Он на удивление небольшой. На удивление. То есть, если бы я камерой писал, у меня было бы там много-намного больше, чем вот то, что произведется вот в этот момент. То есть, как-то он сжимает, там, компрессует. Я даже не знаю, но это очень сильная штука. Кроме того, у меня сейчас жена поставила у себя 18-ю версию Pinnacle. Что у меня вот, я смотрю, 16-я ставит, что-то я так не апдейтил. На работе 17-я. Но 18-й версии Pinnacle уже можно писать в видео, вот как мы сейчас пишем в этой Contagion. Вот уже можно в нем вроде писать. Так, я прощел в описании, что появилась такая фишка тоже. Кроме того, Pinnacle становится все более и более сложным. И там все больше и больше фишек. Они пытаются сделать из него какой-то такой инструмент. Я не знаю. Мы поначалу пытались Adobe Premiere посмотреть, но что-то он был навороченный очень. Когда у тебя нужны примитивные, нужно куда это все. Я вот с Олей Брукман беседовал. Там у нас была тема, почему у нее видео 480 получаются, а не там, допустим, я не знаю, те же деньги, там, 10-8. И мы пошли посмотреть, и я установил у себя, пока мы сидели у меня в отфе, я установил у себя вот этот Microsoft, как он называется, этот инструментик простенький такой. И да, это можно было. Мы нашли, как сохранить в более высоком разрешении, потому что она снимает достаточно высоко. Но я просто хочу сказать, что они вроде простенькие, простенькие. А тоже можно. То есть чем-то мне напоминает видеоредактор самого YouTube. Там такой он тоже довольно странненький. Но можно. Слушай, все можно. Самое главное... А вы проекты-то вот эти сохраняете на будущее? Или потом... Потому что у вас как бы блоги, да, может быть, и не стоит сохранять. Но, допустим, когда вот такие кадры, ну, я считаю, дорогие, да, когда вот на Филиппинах там снимаешь что-то, я в любом случае сохраняю и исходное видео, и сам смонтированный ролик, и даже проект сохраняю. Так вот в Sony Vegas позволяет это сделать там... Ну, там вообще какие-то гроши просто. Готовое видео у меня там 10-минутное, там, 500-600 МБ, это не так много. То есть компрессует хорошо там? Очень хорошо. Прям вообще я доволен. Даже если вы дополн... Ну, когда вы меняете резкость, сами понимаете, дополнительные пикселя подключаются, да, но, тем не менее, сжимает очень здорово. Ну, то есть у вас есть специальные нужды, которые... Под которые вам нужен специальный софтвер. Ну, конечно, я на самом деле все выкидываю. Ну, о чем мне с ним делать? У меня есть hard drive большой, там, несколько терабайт. И я на него просто готовую продукцию скидываю на случай, если нужно будет где-то восстановить там что-то, или я даже не знаю. Ну, чтобы было, мало ли чего. Не то, чтобы я хоть раз туда пошел и воспользовался, но просто так, я, скидываю. Сейчас я даже проекты вот эти тоже скидываю, потому что места много. Я думаю, что когда места будет меньше, я их повыкидываю. Не, ну, 15 гигабайтов проекта, я не знаю, это надо дополнительную флешку, там, выносной диск надо иметь. Он у меня выносной, я его с собой ношу, он такой. Ну, да, не имеет смысла их сохранять. Проще хранить их на резервном канале, где-нибудь на YouTube, и в случае, если канал пропадет, скачивать. Это прикольно. Но дело в том, что проект он не возьмет. Он может видео заберет. Готовое видео просто хранить на резервном канале. Готовое видео, да. Готовое видео. Если вдруг канал закроют, всегда можно с резервного будет забрать. Ну, я как-то исхожу из того, что если что-нибудь закроют, то я, наверное, потом пойду и отобьюсь, потому что я, как бы, ничего не нарушаю. И так я сознательно не нарушаю. И мне все время какие-то тролли, какие-то гадости там пытаются делать. Какие-то кляузы там пишут, что якобы я у них какое-то видео украл, там, еще чего-то. На мои же, собственно. Ну, это зависть, мне кажется. Вот у меня тоже там много всего приходит. Особенно они в личку любят отписаться. И, как бы, приходится банить людей. А я всех предупреждаю. Все, кто попал в бан, они оттуда уже не возвращаются. Поэтому вам придется новый аккаунт брегать. А мне вас забанить второй раз не проблема. Ну, у меня там 1200 человек. Поэтому я как-то к этому спокойно отношусь. Но меня практически не трогают. В смысле лички или там. Не, ну, есть люди, как бы сказать, к ковровым бомблетанием какую-нибудь дрянь несут. То есть не то, что они лично меня не знают, но просто они что-то такое увидели. И мне написать капи-пейс что-то такое у меня сбросили. Есть люди, у которых, как сказать, адженда. Это не какой-то бзик. И они там с этим бзиком. Один там с, как это называется-то, русский мир. У кого-то бзик там. Человек произошел там от древнего Укра. А у третьего там бзик, я не знаю, там, ну, чего, с долларом, может быть, с евреями чего-нибудь. Ну, у всех свои какие-то. И они так ходят, там, бомбордируют. Я не знаю, я уже перестал быть восприимчивым. Так, а что там уже мимо идешь, уже не смотришь. Но просто вопрос в чем. Если я вижу один, я его удаляю просто. Если я вижу, а там, поскольку я не все время сижу, а так, прихожу и смотрю. Если я вижу, что больше, чем один, я тогда уже его баню, что я понимаю, что он может еще написать. Думаю, да. Вот, то есть, как бы, такой серийный садженды. Клиент другого везда. Садженды, да. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что у нас масса подписчиков, которые только вот и ждут, чтобы вышло видео, пойти поставить дизлайк. Потом они еще, значит, смотрят, выискивают там какую-нибудь дрянь или еще что-то. И я думаю, все-таки, какую я пользу приношу человечеству, вот эти люди, которые могли бы пойти, какую-то зло сотворить. Михаил, не все такие. У меня Светлана, значит, что она делает? Она, когда утром встает, а мы, у нас английские завтраки. Мы очень любим яичницу. Ну, знаете, что такое английский завтрак, наверное. С ветчинкой? Конечно. Ну, а как же без нее-то? Слава богу, санкции еще позволяют нам ее кушать. С ветчинкой, да. Так вот. И вот она, значит, что берет. Она берет свое мобильное устройство, включает ваш канал. Она знает, что вы когда едете на работу, с работы вы что-то обязательно выложите. Вот она стоит, жарит эти яички с ветчинкой и вас слушает. Это происходит каждый день. Так что, и ставит она вам лайк. Так что, не думайте, что там нормально. Я, почему я... Все у вас хорошо, нормально у вас. Не, не, у меня очень-очень хорошее. Я понимаю, что есть люди, которые специально, вот видео выходит, еще просмотров не было. А уже там пять дизлайков. Ну, это просто форма самовыражения. Там им надо же как-то. Денег не стоит, там время их тоже ничего не стоит. Но вот это вот, как вот этот маятник, они в этом маятнике находятся, который энергии их забирает. И вот он там... Мелочи приятные из этой серии. Это у них так, ну, знаю, категория людей такая, ничего страшного. Нет, абсолютно, абсолютно. К сожалению, таких всегда много будет. Абсолютно. Ну, дело в том, что на самом деле обществу не нужно там такое дикое количество там математиков, физиков, интеллектуалов, там, гуманитариев каких-то крутых и так далее. Общество нужно, может быть, там, я не знаю, ну, два, три, четыре, пять процентов людей таких достаточно развитых. И все остальные к ним пристраиваются и получается очень гармоничное общество. Если в обществе будет девяносто процентов дантистов там и адвокатов, вот, то знаешь, как кошмар возникнет. Поэтому вот Израиль возник, все думают, что там будет страна шахматистов там и математиков. Вот. А дальше выясняется, а кто будет мусор убирать? Понимаешь, ну... Есть же даже теория такая, по-моему, вот, если взять общество в совокупность, ну, как целую совокупность, да, 10 процентов от этой совокупности будут праведники, интеллектуалы, ну, и вообще люди, которые будут двигаться вперед, 10 процентов, это наверху, 10 процентов внизу, это будут, что-то им не дает, это будут закоренелые подонки, вот, что-то я с ними не сделаю, они все равно будут подонками. А 80 процентов оставшиеся будут принимать ту или другую сторону в зависимости от того, кто в данный момент в силе, либо праведники, либо подонки. Вот это, ну, к сожалению, это так. Ну, насчет процентов я не знаю, но понятно, что есть полярность, да, вот есть такой полюс, есть такой полюс, и текущая ситуация сильно влияет на то и на это. Ведь вы представьте себе, вот я думаю, исторически, вот если мы о судьбах России, вот, был единственный случай в истории России, когда люди свободно вышли на выборы и проголосовали, когда было много партий, когда все партии имели возможность высказаться и так далее. Вот в 17-м году, да, значит, царь отрекается от престола, значит, Дума, ну, единственный, как бы, легитимный орган власти, Дума создает временное правительство, война идет, и Дума ставит единственная задача, которая ставилась перед временным правительством, такая серьезная, это было собрать учредительное собрание, которое решит, что делать дальше. Уже Дума, как бы, ну, как бы, не считала себя в этом смысле самодостаточным. Значит, собрать, проголосовать, и на этих выборах побеждает партия эсеров, да, значит, которая хотела раздать землю крестьянам, которая хотела, чтобы стала такая фермерская страна. Вот мы бы имели сейчас Швецию, там, или, может быть, Канаду, да, и вот если бы все осуществил. Вот мне очень забавно, когда, как евреи, там, революция, среди эсеров евреев было бы намного больше, чем среди большевиков, но это уже не важно. Короче, и вот, и они побеждают на выборах. Дальше, мне это немножко напоминает, вот эти, знаете, когда голосовали, там, сохраните СССР, не сохраните СССР. У вас на память, наверное, это было, да, там, все республики голосовали. Да, да, нет, да. Вот, и получалось там... Известный, неизвестный референт. И там 85-90, там, голосовали, чтобы сохранить СССР. Но когда СССР развалился, все радостно кричали, дайте вы им. Хорошо, значит, то же самое здесь произошло. То есть проголосовали за партию, которая должна была раздать землю. Тут, значит, власть узурпируется какими-то агентами, как сейчас говорят, иностранные агенты. Вот, такой нон-профит, такой, большевистский. И вот они, значит, это, типа, раздают землю. Ленин говорит, да хрен с ним, народу хочется земли. Пусть будет СССР, мы свое потом возьмем. Да, так как раз раздается гражданская война. Причем нам все время говорили, что это элемент буржуазный, там, с левыми воевал. Это левые и с левыми воевали, то есть СССР, то есть законная власть, где СССР, с незаконной, с узурпаторами, там, в виде большевиков. Вот развивались такие события. И 80% голосовало за СССР, но в итоге побеждают большевики. И народ говорит, ну, какая разница, кто землю дал? Ну, вот уже дали землю. А сейчас эти придут, может, все отберут. Или там еще чего. И вот мы имеем то, что мы имеем. Я просто к чему говорю. Вот этот маятник, который вроде бы 80% были вот на этой стороне. Они же абсолютно... А у большевиков было 10. Но получается, что вот эти 10 правдами, неправдами, расстрелами, пытками, там, я не знаю, там, жестокостью. Но самое главное, конечно, тем политически. То есть они все-таки раздали землю. Вот. И как-то они победили. Вот ведь. Ну, дальше-то там тоже много историй было. Особенно история с НЭПом, которая сейчас похожа в нашей стране, как мое личное мнение. Она повторяется, потому что, когда совсем стало плохо, и когда народ нельзя было накормить, что они сделали? Новую экономическую политику. Они сказали, давайте введем НЭП. Какое-то время он там несколько лет просуществовал. Там чуть меньше 10 лет, по-моему. Сразу же бурный рассвет, подъем. Веселительное заведение. Это вы про 20-е годы? Да. Я уже про 20-е, когда уже они, так сказать, политически скрутили всю систему. Дальше они начали экономить. Народ-то кормить надо. Власть нужно не только взять, ее нужно еще и удержать. А удержать как? Только при сытом народе же можно ее удержать. Поэтому ввели НЭП, новую экономическую политику. А как только поняли, что, в принципе, законы рынка им стали понятны, они ввели вот эти вот наркоматы. И НЭП был свернут. Как класс, он стал не нужен. То есть, опять-таки, я к тому, что здесь, понимаете, как, получается, у народа вырабатывается психология временщиков. Люди не уверены. Я вот как-то, что будет дальше, не уверен. Я как-то у одного тут читал на блоге. У него вся семья живет в Америке, дети там все, а в России он работает. Ему кто-то задает вопрос. Слушай, у тебя там деньги в Америке, недвижимость, семья. Что ты в России-то делаешь? А он отвечает. А я в России уголь копаю. Я бы так сказал, что все-таки те были идейные. И проблема России по-настоящему была в том, что идейные пришли к власти. Если бы пришли к власти воры, просто воры, было бы проще намного. Коррумпированные, было бы намного проще. Они были идейные. И дальше что получилось? С точки зрения идейных, они чувствовали себя в осажденной крепости. Потому что, смотри, что получается. Вот этот НЭП. У них-то в голове мысль, что все должно быть организовано, оптимизировано. Правильно? И вдруг какой-то НЭП. Его же нельзя оптимизировать. Его им нельзя. Ну, что с ним делать? Это рынок. Это рынок. Дальше. Почему они с колхозами все-таки пришли и все это сделали? Потому что вроде раздали землю. Получается какой-то мелкий производитель. Мелкий производитель, в принципе, тяготеет кто-то из них к тому, чтобы стать крупным. И мы это видим на глазах. Это происходит. Кто-то укрупняется. Но самое страшное, что ты не можешь ему сказать, сколько яич меня, и сколько проса, и сколько чего-то. То есть, ты можешь его стимулировать, например, закупочными ценами или чем-то. Но и они так не умеют. Они никогда не работали в экономическом таком пространстве. Они так не понимают приказ, там этот револьвер на столбик, там, даешь проса. Но они по-другому не могут. И вот они чувствуют себя в осажденной крепости. Потому что они с идеей, они выиграли войну. Больше того, что они видят, что их собственные ряды подвергаются коррозии. Потому что НЭП, вот этот производитель, он, это же Россия, это страна взяток, он начинает коррумпировать коммуниста, большевика. Он начинает ему взятки давать, начинается вот эта вот деградация. У Маяковского, вот посмотрите, да, он там пишет и про взятки, и про обуржуазивание, значит, большевика. Вот он, как там, говорит, и мне с эмблемами платья. Она говорит мужу, там, какому-то, значит, партийному, она говорит, и мне с эмблемами платья. Без серпа и молота не появишься в свете. В чем сегодня буду фигурять я на балу в реввоенсовете? Понимаешь, что творится? Сыпется вообще. И вот их всех в бараний рук. И все. Раскулачили, сослали в Сибирь, порядок какой-то навели. Потому что рыночно оно же непорядок, это же стихия какая-то нехорошая. Ну и в итоге чем все кончилось? Вы же понимаете, что вот мое мнение, я был в западном мире, да, и был вот, я был в мире капитализма и в мире социализма. У меня создалось, не знаю, может быть, у меня какое-то поверхностное мнение, но мне кажется, что вот личное, оно всегда будет превыше общественного. Вот у меня такое мнение, вот как вы мне не пытаетесь подсознание это вбить, все равно личное выше общественного. И все равно, когда человек работает за свое, вот за деньги, да, а не за идею, у него как-то это лучше получается. Вот смотрите, Советский Союз, на мой взгляд, он развалился, ну, по некоторым факторам. Ну, понятно, что ввели войска в Афганистан, цена на нефть упала. Мог бы прекрасно стоять, был бы как Северная Корея, сейчас прекрасно могло бы все. Да, все это понятно, все это мы знаем, там он развалился, но когда вот мы жили в Советском Союзе, мы как-то вот думали, что вот страна о нас подумает. Хотя, в общем-то, это неправильно. Человек должен сам о себе думать, человек должен сам, должен как-то вот создавать что-то такое, что было бы другим. Он был лишен возможности, в СССР не было такой возможности, и страна в целом думала не о конкретной человеке, но о массе. Да, и стремилась к некой абстракции под названием «давайте построим коммунизм, все-таки, давайте все-таки попробуем, хотя бы в отдельной взятой стране». В результате конкурентного продукта производить мы не научились, за исключением нескольких областей, надо отдать должное, там оборонка, там, конечно, все здорово. Да, многие изобретения, они же все из Советского Союза, просто им не было пространства для маневра, не было возможности для реализации. Поэтому они все уехали, все мозги, как сейчас вот Владимир Владимирович у нас даже недавно выступал, говорит, что это такое, американцы ходят у нас по школам и как пылесосом отсасывают все талантливые мозги. Он выдумывает, ну что серьезно? Ну, он сказал так, я цитирую, понимаете, может быть и выдумывает, ну вот это цитата нашего глубоко уважаемого президента. А я про себя думаю, а с чего вдруг молодые талантливые ребята соглашаются уезжать-то? Может быть они не чувствуют здесь момента для реализации, не чувствуют возможности. Слушай, по школам это что, по университетам или по школам? Начиная со школы начинают отслеживать талантливых учеников. Где вы самолеете? Ну, это слова нашего президента, это он выступал на одном из федеральных каналов, он это сказал. Я не знаю, может быть это и не правда. Я помню, как он сказал, что форму в военторге купили, я это тоже помню, вот эти зеленые человечки, он скажет. Не, но у нас все-таки президент человек служивый, из бывших, он человек уважаемый, поэтому врать он не будет. Вот, но дело не в этом. Значит, Константинский союз не научился производить, все патенты уехали туда, все мозги уехали туда, и на сегодняшний день осталось то, что осталось. Я считаю, слой почвы, определенный слой сняли, ну и живем, я считаю, за счет подземной дотации. Я вам скажу, что все, что уехало, оно абсолютно никакой потери никому не нанесло, потому что оно было не востребовано. Если бы оно было востребовано, оно бы и не уехало никуда. То есть, если из страны уехало что-то, что все равно не нужно, ну так оно уехало. Значит, если завтра оно станет востребованным, во-первых, на месте найдется масса, во-вторых, те, кто отъехал, могут подъехать, в-третьих, те, которые даже не уезжали, а просто в других странах жили, тоже могут подъехать. И, значит, никакой такой проблемы нету с отъехавшим или не доехавшим. Проблема только в том, что оно нафиг не нужное. Поэтому сейчас получается такая ситуация, вот мое понимание, что сейчас, если что-то подъедет, то чтобы украсть и смыться, потому что другого резона нету. Но вы приедете, вот вы лично приедете, если вам сейчас скажут, давай возвращайся. А возвращайся что? Что возвращайся? Ну, вот и что, а что возвращайся? Я не знаю, я далеко не уехал, я на месте. Раз, во-вторых, я отсюда гораздо больше пользы принесу, чем если бы я был там. Вот у меня висит там курс мой, вывешен там по тестированию, например. И у меня, ну, я не скажу каждый день, но уж каждую неделю так точно. Кто-нибудь напишет, что вот там нашел работу, там туда-сюда и так далее. Я, может быть, каким-то словом там или еще чем-то больше, с меня больше пропу, чем если бы я... Я больше скажу, если бы я там на месте был, я бы, может быть, тоже был бы совсем другим человеком, и я бы принимал правила игры. Я в целом конформист, я не революционер никакой. И я бы принимал правила игры, я бы тоже выносил все за скобки и туда-сюда, и, может быть, тоже ходил бы, кричал, типа, Крым наш, я не знаю. Я надеюсь, что нет, но я не знаю, я честно не могу сказать. Ну, сейчас уже накричались, уже поменьше. Уже потихонечку холодильник побеждает телевизор, я уже смотрю. Ну, дело же не в принципе, дело же в принципиальных таких позициях. Я как бы идейный, я очень аскетичен в быту, мне много не надо. Но есть идея, за идею же тоже. Если вернуться, вы там упомянули, там, богоизбранность. Знаете, богоизбранность же не в том, чтобы кусок сала жирнее был. Она же в том, чтобы соответствовать стандарту высокому. Правильно? И чтобы норма сборяжения в какой-то степени соответствовала норме потребления. Ну, я не знаю. Но вот есть некий стандарт, он сверху установлен, там, в виде заповедей, там, да, в виде каких-то, значит, нравственных ценностей. И вот это и есть, поэтому богоизбранность проявляется в том, что ты соответствуешь независимо от пуска, независимо от гонений, независимо от расстрелов, там, в концлагерей и так далее. Ты говоришь, но есть то, что выше нас, и мы ему должны соответствовать. Понимаете, и, к сожалению, когда человек оказывается в такой ситуации, вот, давление, там, еще чего-то, он говорит, ну, хорошо, ну, так я не буду. Я буду вот это, я не буду то. Украл, значит, ну, ничего. Я помню, знаете, вот у меня знакомых много в Москве, вот когда был Лужков там, и я говорю, так ведь вор. Почему такая любовь народная? Вор. Они говорят, Миша, ну, сколько он... Да, он ворует, на его месте бы любой воровал, но сколько он для города делает? Я, может быть, тоже бы так рассуждал. Я не знаю. Ну, я не знаю, почему надо воровать? Вот, смотри, что творится, вот коммунисты, да? Вот Брежнев там, мы помним их. Но у них же не было много миллиардных счетов за границей. Был отдел пропаганды ЦК КПСС, да. Была идеологическая борьба, да. Но люди, стоявшие во голове идеологической борьбы, они же не грабили страну и вывозили деньги за рубеж, и их, они не вывозили для своих детей там... Как это так? Это что за идеологическая борьба? Да, сейчас по-другому. Что за идеологическая борьба такая? Ну, что за идеология? Когда корма, когда собственный... Я согласен, согласен. Сейчас ситуация такая, что нам много рассказывают о том, что нужно любить свою родину, и я действительно уверен в том, что ее нужно любить, только я вот не могу понять, почему все те люди, которые нам говорят о том, что родину нужно любить, собственные семьи держат там. Знаете, был такой анекдот, как... Вот, я не понимаю. ...чукча возвращается. Ну, пусть будет. Мы любим чукчей, но просто анекдот такой. Возвращается чукча со съезда КПСС, там, ЦК КПСС. И ему... Не ЦК, ну, со съездом. И там народ собирается, говорит, ну как? Он говорит, ну, говорит, много людей умных выступало. Все говорят, говорят, все во имя человека, все для блага человека. И, однако, человека этого я тоже видел. Я же знаю фамилию, имя отчества этого человека. Понимаешь? То есть, когда родина превращается в человека. Понимаешь? Мы его знаем. Поэтому это все подмена. Это все, как бы сказать... Я бы сказал, антигосударственная деятельность, антироссийская. Это не... Я не знаю. Я бы это так квалифицировал. То есть, не может, не может, скажем, скажем так, какая-то тоталитарная система, которая сама себя назначает, сама себя голосует, сама себя подсчитывает, и сама себя объявляет Родиной, и тех, кто ее не любит, оказываются враги Родины. Да мы это видели все. Это что, первый раз, что ли? Мы это все видели. Поэтому, я не знаю, жалко, грустно смотреть на это, потому что, казалось-то, это уже ушло. В 90-е казалось, что это ушло. Все возвращается потихонечку. Пусть не в такой жесткой форме, пока, я думаю, но возвращается. К сожалению, это так. Я вижу это... Стоит только сказать что-то, то, что расходится с такой всеобщей точки зрения, автоматически попадаешь в ряды пятой колонны. Хотя, в общем-то, говоришь все по факту. Говоришь, ребят, ну это же факт, ну вот посмотрите, да, это факт, но ты пятый, ну... Вот так. От пятого пункта к пятой колонне. Да. Знаете, был такой, я помню, анекдот, меняю пятый пункт на две судимости. Да, я живу в это время. Да. Ну, наверное, я так слушаю, но думаю, вот ведь какие же это, как называют, русофобы. Мне часто говорят русофобы. Ну, хорошо, я-то думал, мы говорим о блогах, там, о блогерах, там, туда-сюда, значит, а тут у нас такое, явно такое, иммиграционное настроение у человека, он мысленно прощается, так сказать, с недвижимостью. Слушайте, а вот, как бы сказать, вот это движение рубля по отношению к доллару, помимо того, что вот есть там нефть, мы понимаем, что рубль, как бы, обеспечивается значительной степень нефтяными доходами, и так далее, но вот помимо, забыли про нефтяную часть, вот там что-то есть такое, что, например, как-то может вдруг раз, обвалиться, например, вот есть с чего обвалиться внутри? Два ресурса, один бы ресурс уже упомянули, то есть, один ресурс долгоиграющий, это цена на нефть, тут понятно, прямая зависимость, второй ресурс, это золото, валютные резервы, Центробанка, ну, и, конечно же, игра с учетной ставкой, еще у Центробанка есть там такой ресурс, но с ней особо тоже не наиграешься, потому что... Подожди, ресурсы, это то, чем они поддерживают, например, цены, если скупают. Да. А если они пересекают... Или наоборот, если продают. А если они говорят, мы не вмешиваемся, вот есть рубль... Если бы они не вмешивались, я думаю, доллар уже стоил бы рублей 200, если бы они не вмешивались. Во-первых, сейчас у них есть два таких, ну, хороших гаечных ключа, с помощью которых они затягивают, ну, опять-таки, это обоюдоострый меч. Вот они взяли, подняли ключевую ставку в какой-то момент, по-моему, до 17%. А что это означает? Что? Это означает, что в короткую фирмы могут кредитоваться в Центральном банке под 17% годовых. Ну, не фирмы, а банки, да? Сейчас, кредитная организация. Довольно высокие проценты, по-суму. Да, я бы сказал, это робингудский процент. И чего? Далее, далее, а что банки с этими деньгами делать? Они же на них как-то должны зарабатывать. Далее, банки эти деньги либо выводят на биржу, что маловероятно, слишком дорого, либо начинают этими деньгами кредитовать средний, малый, ну и крупный бизнес. А если крупный бизнес берет под такую ставку, под 17%, то есть, ну, кредитные организации берут под 17%, ну, один процентик они поднакрутили, чтобы свои какие-то операционные прибыли, издержки там, ну, пускай два процентика. То есть, уже выдают под 19%. На сегодняшний день дешевле 19% кредита не возьмешь, именно если ты хочешь живые деньги. В товарный кредит можно дешевле, живые деньги не возьмешь. То есть, нужно на, вот эти 19% стоимости денег кредитных нужно заложить в прибыль, да, то есть, нужно заложить в себе стоимость. А вы представляете, ну, это же просто, то есть, это, в общем-то, либо стимулирует рост цен, что наименее вероятно, либо просто-напросто экономика начинает сжиматься, потому что предприятия закрываются по причине отсутствия дешевых денег. Знаете, что я вспоминаю, что когда был стремительный обвал рубля, вот там, когда это ноябрь, там октябрь прошлого года, они специально подняли ставку, потому что деньги, которые брали, вот так, на шорт-терн, эти деньги использовались для валютных спекуляций. Так и было. Они не давались бизнесу под какие-то дела, а они шли чисто в рыночные операции. А рыночные, таким образом, государство выдавало частным банкам рубли, частные банки выбрасывали эти рубли на валютные операции, начинали скупать доллары, а государство было вынуждено эти доллары продавать для того, чтобы удержать. То есть, по таким образом, вся эта ситуация, государство выдавало другим банкам инструменты для того, чтобы из них выбили золотовалютные резервы. То есть, не искусственно все было? Ну, когда у нас монетарные власти сообразили, что происходит, они стоимость кредитных денег задрали очень высоко. Но это отразилось не только на спекулянтах, но и в том числе на частном бизнесе, на частном секторе. Теперь деньги в кредит никто не берет, и экономика сжимается, балансы, расчетные. А на Западе они уже не могут взять, так получается. А там же отрезали санкции, для того и санкции, чтобы перекредитоваться нельзя было на Западе. И вот сейчас мы живем, варимся в собственном соку, ситуация очень интересная. А действительно, как-то труднее с работой стало? Я по Москве не вижу, люди все говорят, работы полна. Ну, не знаю. Смотря какой работа. Понимаете? Я нормально работаю сейчас в Москве. Если вы сейчас найдете работу, до кризиса ставка была 2500 долларов. Такая нормальная. Вот, допустим, банковский сотрудник, который работает с клиентами, 1000 на 50 мог устроиться. 50 тысяч до кризиса это почти 2000 долларов. Ну, 1700. 1700, если точно. Минус налоги 13%. Ну, там получалось полторы на руки. Здесь вы правы. Сейчас это 500. Три раза меньше в долларах. А вот это значит, что тот, кто новичок устраивается, ему снижают? Или снижают даже тому, кто уже давно работает, все равно ему снижают? Даже те люди, кто работал долго, им все равно понизили оклады. Причем, я не понял, как это они смогли сделать. Ну, как-то договорились, потому что у нас в трудовых договорах, они же у нас, не как у вас там, срочные. В России они бессрочные. Ты подписал. Большинство, 99% трудовых договоров, договоров бессрочные. У нас они тоже бессрочные. В любую секунду можно остановить. Не-не-не-не-не. У нас вот... Ну, здесь с вами, если подписали договор, он, в принципе, сроков давности, он не имеет. То есть, он действует... Это правда. Это правда, но могут, можно же в любую секунду уволить, или как? Уволить вас могут либо по согласованию сторон с выплатой определенного количества окладов, либо, скорее всего, вам просто создадут такие условия, что вы сами... Не, ну подождите, бывают экономические условия, бывает, что у нас перестали покупать нашу продукцию, мы должны на 30% сократить рабочую силу, что значит по согласованию. Сократить... Нет, сократить это одно. Когда вас сокращают, то тогда вам выплачивают определенное количество окладов. То есть, вы встаете на биржу труда, пусть у нас это пособие все эти копеечные, да? Я тут недавно ходил и узнавал, индивидуальный предприниматель, если он закрывает свой бизнес, знаете, какое у него пособие? Не упадите со стола, Михаил. Какое? 800 рублей в месяц. Ну, чтобы он шел и дальше, чтобы не засиживался. Нет, чтобы просто не приходил, я думаю. А поскольку... Я понял. Значительную часть оклада получал в конверте, а чистится у него там сумма совсем небольшая, то это как бы не нагрузка никогда. Это если так, но у нас до кризиса очень многие компании вышли из тени и начали платить белые зарплаты. И тем не менее, даже в этой ситуации людей умудрялись каким-то образом уговорить, чтобы они подписали другой трудовой договор, чтобы оклад был ниже. И люди соглашались, потому что, ну, люди ему как бы объясняли, что ну, не подпишешь, ну, вообще на улице останешься. И подписывали. Было и такое. Ну, да. То есть, как Запад провинился, можно сказать. Ну, как бы... С трудящимся классом. Я уж не знаю, кто в этом виноват. Наверное, мы сами там. Нет. Я не знаю почему. Ну, они задумывают, что они уже как бы объясняют, что это все из Америки пришло. Тут я интересный факт прочитал, что вот россиян опрашивали, кто сбил самолет над Украиной тогда, над Восточной. И, значит, там чуть ли не 17% что-то такое утверждают, что Америка. То есть, там 44% считают, что Украина, а 17% считают, что Америка. И вот так вот. Интересно, правда? Кто же им объяснил? Это же так... Человек сам человек не придумает. Более того, у меня люди, когда вот я с ними разговариваю, там, ну, как бы по поводу ситуации с Крымом, да, ну, разное мнение, но в основном, когда вот те, кто говорят, что Крым не нужно было забирать у Украины, они всегда аргументируют эти тем, мы это забрали, чтобы под Америку не прогибаться. Я вот, я не понимаю. Это все равно, что вот делать уколы, там, в пятку, чтобы не болел, там, левый мизинец с правой руки, там, вот. Ну, вот, я вот не могу понять, при чем тут Америка вообще? Я не знаю, но вот я помню, например, когда в Афганистан тогда войска обходили, у меня отец-то еще тогда служил, я, по-моему, а может, я не помню. В общем, у нас был разговор на эту тему, по-моему, он еще служил, и он говорит, что вот нам так объясняют, что если бы мы не вошли, то туда бы вошли американцы. То есть, вот это вот борьба, как противостояние. То есть, видимо, это тема, которая понятна, объяснять не надо, вроде народ тренированный, грамотный, там, все понимают, если американцы, значит, надо противостоять. То есть, представляешь, какая вражина Янукович там пытался Крым все американцам спустить, а это что? Как они туда собирались? Я вот, я не понимаю, но вот включишь вот телевизор, да, вот он сзади меня стоит, я порежу, уже стараюсь включать, и новости, в принципе, не смотрю, потому что уже не могу. Понятно, что Украина там, у них всегда плохая, да, ну, как бы разбираются большие ребята между собой, меня их, так сказать, взаимоотношения не касается, но вот сколько, особенно один канал у нас есть, АВ6 называется, там столько гадости про Америку, вы знаете, вот если бы я не общался, не смотрел бы вот ваши влоги, не смотрел бы там других влогеров, у меня бы было ощущение, что вы чуть ли не младенцев на завтра кушаете, вот там в Америке, понимаете, А как же это в ритуальных целях же, это кровь христианских младенцев, она в мацу. Вот у меня было бы такое ощущение, что я бы так боялся вашу страну, понимаете, я бы думал, что как же хорошо, что я там не родился. Я вот с одним дядькой беседовал, ну, такой же постарше, типа меня, из Крыма, на днях там, и только приехал, и он, значит, говорит, там уже, говорит, уже стоял американский там какой-то флот, уже там готов был в Севастополь зайти, там, понимаешь, вот если бы это за... Ну, да, поэтому, что такое. Я не знаю, сколько времени пройдет, может быть, поколений, не обязательно, там, через год что-то сильно изменится, может быть, поколения должны. Ну, я до сих пор вижу людей, которые говорят, ну, туда же войска и не вводили, они же там всегда были. Это, кстати, президент вот ваш, вы говорите, что он так вот не подключает. Это вот, он говорил, вот я смотрел, он там с журналистами французскими встречался, или там, не помню, BBC, кто там они были, и на странах, запады. И вот, он говорит, так я хочу что-то вводить, они же там всегда стояли. Что-то вводить. Не, но в пределах военной базы, в пределах договора, это вроде бы как легитимно, Да, не, не, но минуточку, но это... Ну, все же понимают, о чем речь, мы же взрослые люди. Я боюсь, как бы вся эта история лет на 70 не растянулась, как в прошлый раз, да, вот, поэтому, как бы у меня 70 лет нет в запасе. Сейчас очень быстро движется экономика, очень быстро меняется все, и, я хочу сказать, темпы экономических и политических изменений нарастают очень сильно. Вот, допустим, если возьмем последние, не знаю, 20 лет, то изменения, скажем, в научно-техническом смысле, да, произошло больше, чем, допустим, за два столетия, там, 19-18 век, там, что-то, что-то грандиозное такое происходит. Я бы вот, что сказал, что в развитии человечества, если мы в целом вот так посмотрим, на большом отрезке времени, в развитии человечества фундаментальную роль играли средства передачи информации. Вот, допустим, когда появилась речь, да, вот, там, 500 тысяч лет, там, человечество существовало, ну, ну, потом 50 тысяч лет назад возникла речь. С помощью речи можно передавать опыт. Уже пошел накат. Земледелие возникает, там, животноводство, потом земледелие, потом, так вот, строительство, то есть, вот этот вот идет накат. Потом появляются песни, невероятный удар в сторону вот этого всего, потому что уже документируется, уже можно передать, уже можно через поколение, уже можно мамородная, значит, письменность. Потом появляется книгопечатание. Это не просто свиток, там, понимаешь, торы, которые можно читать, а это уже газета, это книга, это учебник по математике, это учебник, там, по архитектуре, понеслось. Печатание, книгопечатание. И вот сейчас мы, да, потом мы начинаем видеть телевидение, да, уже средства связи современные, да, там появляется телефон, телеграф, телевидение, радио, и вот сейчас мы видим интернет, которому-то, господи, ну, что там то интернет-то, ну, вот в августе, вот сейчас как раз, вот в августе этого года будет 20 лет, как интернет, да, нет, 95-го года, да, 20 лет интернет, вот, 20 лет назад, тоже в августе месяце, его разрешили, как бы к общественному использованию, и вот мы имеем 20 лет, ты смотришь, что творится через 20 лет, что произошло, и что еще произойдет, и мобильные устройства появились, то есть мы оторвались от розетки, это же тоже очень важно, поэтому я что хочу сказать, что вот эти средства обмена информацией, социальные сети, уже невозможно управлять людьми вот просто так, понимаешь, и у... Ну, в Китае возможно, в Китае прикрыли. В Китае большие подвижки, плюс ты экономически должен со всем миром дружить, ты должен со всеми торговать, иначе тебя вынесет неизвестно куда, понимаешь, и мы сейчас уже живем в таком мире, где территориальный захват, это безумие, тебе не земля нужна, тебе открытые границы нужны. Границы открыты. Я понимаю, ты захватил что-то, вот как раньше, допустим, из этой территории налоги получаешь. Сегодня все, что ты захватишь, ты будешь туда деньги вкладывать, вот ты захватишь сегодня Донбасс, и дальше он будет на твоем балансе висеть. Захватишь Крым, и он будет на твоем балансе висеть. Захватишь там Камчатку, или Аляску, или там Уганду, или Бурунди, или Бирму, начинает висеть на твоем балансе, понимаешь? Потому что, допустим, там был, он был убыточный Крым для Украины, я забыл, полмиллиарда долларов в год, пусть даже миллиард долларов в год, убыточная была территория, уже не отделаешься миллиардами. Смотри, сколько надо денег, уже пенсии, уже, да, совершенно другие, уже зарплаты чиновникам другие, нужно какую-то срок структуру создавать, там еще что-то, еще, я не знаю, какие расходы у государства, ну, я представляю себе масштабы. Вот, это уже гораздо большие суммы, и прибыли меньше, да, там, туризм, украинского туризма нет того, нет, я не знаю, санкций. И пошло и поехало. Сейчас захватывать не надо ничего, сейчас надо, наоборот, границы убирать, убирать, и тогда будет дешево. А как границу поставил, стало дорого. Поэтому они просто еще не перестроились, что ли, не поняли, они не научились экономически вот этого всего делать. Поэтому я думаю, что очень-очень скоро какие-то вещи произойдут. Нам даже трудно себе, может быть, представить масштабы вот этих вот, вот этих скоростных подвижек. И та же Северная Корея, кого сегодня напугает Северная Корея? Или, например, там Куба, вот когда Обама, там, это самое, с ним, ну, как-то отношения восстановил. А чего Куба? Ну, когда Куба была там, когда мир был разделен на две части, когда там стояли советские ракеты, да, так это была Куба. А сейчас чего, ну, чего их гнобить-то? Сейчас, чтобы добить до конца, просто добить полностью, надо границы снять, бизнес туда дать, и все, и не останется коммунистов никаких. Ну, кто же выберет плохую жизнь там перед хорошей? Тем более, что уже там какие-то изменения произошли, там, образованное население, правильно? Там уже какая-то медицина есть, там, система образовательная, мощная инфраструктура, вот эта тоталитарная система создала какую-то мощную инфраструктуру, и которая, попав в экономическое пространство какое-то, может просто расцвести там, и, не знаю, они еще могут стать лидером там стран Латинской Америки, там, уже не политическим, а может быть, еще каким-то, я не знаю. Если... Ну, не знаю. Вряд ли, вряд ли. На счет Куба не уверен. Не уверен. Политически. Для того, чтобы это произошло, нужно руководство другое политическое, которое открыто к этому. Конечно. Кубе, Кубе нужно сделать сейчас один, а то и два качественных скачка, чтобы более или менее приблизиться к какому-то стандарту, там, ну, отойти от тех... Ну, ну, там, ну, там, ну, просто, ну, с ламсом. Да им помогут, они маленькие. Им помогут. Такое количество... Помогут. С родственниками, со всеми делами Кубу вытащить вот оттуда. Я считаю, как Белоруссию в Евросоюз. Щелчком одним. Вот они рядом. Все говорят, остров, остров свободы, остров свободы. Чего ж тогда оттуда люди бегут-то с этого острова свободы? И причем бегут даже на утлых суденышках. Я вам помню, когда вот на Джамейке был, там в качестве памятника поставили... Ну, просто стояла лодка деревянная. Там же от Кубы до Джамейки, там около ста миль, по-моему, чуть меньше, может быть, даже. И вот они все эти ста миль прошли на этом утлом суденышке незамеченными. То есть, когда они высадились на Джамейке, да, кого-то там Америка к себе приняла, кто-то, ну, в общем, рассосались. Назад никто не... То есть, они убежали оттуда. Если бы они кого-то... Если бы их поймали, их бы там, как бы, ждала очень такая серьезная там расправа. А в Северной Корее, там же вообще до сих пор, говорят, страна тройным кольцем колючей проволоки окружена. Люди не могут оттуда вообще никак выйти, потому что это нормально. Человек не может путешествовать по всему миру. Подождите, но мы жили в СССР совсем недавно. Я отлично помню. Я не знаю, насчет тройного кольца, я никогда к границе не приближался. Но... Вы что говорите? Там не то, что... Я-то согласен. Я-то согласен, Михаил. Но молодым вот сейчас разговариваешь, они все молодые, вот сейчас почему-то уверены, что в Советском Союзе было хорошо. Когда я начинаю говорить, что... А вы в курсе, что там вот ты сейчас сел на самолет, улетел в Таиланд, две недели погрелся, прилетел обратно? А в Советском Союзе такое в принципе невозможно было. Нельзя было, потому что вот не потому, что денег не было, а потому что политически... Денег тоже не было. А... Ну даже если у кого-то и были, это было нереально выехать в кап страну. Это же было просто... Ну это просто нереально. А они не в состоянии это понять. Они даже про пустые полки не знают. Вот им когда начинали. Не знали про пустые полки. Как-то у них не укладываются полки пустые. Законишь, а полки... Более того, жилцом обзывают. Говорят, что я вру. Говорят, что вот начинаешь молодым объяснять, вы понимаете, что прощай молодость ботинки и ливерная колбаса. Да. Шесть рубли. Да. И вот все, что вы... И кирзачи, вот может быть еще где-нибудь в Вейнторге можно было купить, да? Насчет ливерной колбасы вы утилируете, потому что за пределами Москвы я не знаю, где была колбаса хоть даже ливерная. Даже ливерная. И даже прощай молодость купить было невозможно. Там, где она... Не, но в Москве можно. В Москве она просто не нужна никому. Там старушки там... Собачкам. Да. А вот, например, я помню, полоколамский был. Картошку мы там где-то сортировали. И я зашел там в большой какой-то магазин был. И там были импортные туфли. Я купил, я... Глаза вот так вот вылезли. И девочка там сидит на кассе. Я, значит, когда расплачивался, я ей так говорю, ну, как бы, план выполняете? У нее аж слезы. И она говорит, на чем тут план выполнять? Я говорю, как? Я бы у вас импорт, у вас такие... А она говорит, так разве что это нужно? Она говорит, там нужны. Я говорю, а что нужно? Она говорит, вот прощай, молодость нужны, там сапоги нужны, там еще что-то. Ну, то есть такой ближе к сельской местности. А кому волоколамские нужны, там, за 50 рублей, там, финские туфли? Понимаешь? Вот... Да. Есть что вспомнить? Есть что вспомнить? Да. В колхоз посылали. Это было весело. Люди ехали в колхоз, пили водку. На картошку. На картошку ездили, Падик? Ну, а что ж там? Персики же там не собирают у нас. На картошку ездили. На картошку ездили. В грязи копались там. Вилами туда. А дожди же уже, да? Там сентябрь, октябрь, там уже дожди. Берешь, так не вытащишь. Это вилами. Вот так. И там, значит, половина порезанная. Это картошка несчастная. Вот эти инженеры из КБ. Да. Инженерам заняться-то больше нечем, понимаете? Вместо того, чтобы квалификацию повышать, они картошечку копают. Ну, вот это все. Да, это все оттуда. Поэтому к вопросу там о 110 рублях там, сколько у вас инженер получает. Ну, так а что он картошку копает? Сколько ему платит? Ну, хорошо. Ладно, давайте я на работу побегу, а то уже мне надо срочно двигаться. Вот. Мы тогда ребятам передаем привет, которые нас смотрят. Вы мне в скайпе сбросьте, пожалуйста, прямо ссылочку на ваш канал, чтобы я не искал. И я туда, значит, заброшу. Я все думаю, как это назвать? Как это назвать? Там, типа, там, антисоветчики, там, какие-то там русофобы. Да они какие-то антисоветчики. Смотрят они. У них свое мнение. Ну, хорошо. Ладно, значит, да, конечно, Господи, да мы так и есть. Кроме нас, патриотов-то уже и не осталось там. Вот. Все в Ольгино сидят. Значит, да. Значит... И в Репино. А Репино что там? А рядом с Ольгиной. А, да. Ну, понятное дело, да. В общем, давайте координаты, значит, все закинем. У вас там сейчас сколько подписчиков? Что-то около двух тысяч, по-моему. Чуть меньше. Ну, вот будем оттуда считать. Потому что я всегда смотрю с интересом, сколько прибыло подписчиков. Там вот кому-то там за неделю там сотня подошла. Кому-то четыреста. Там. Ну, правда, есть люди, которых и так много. Их и так знают. И там сильно. Значит, это бы такой, как бы, пока не сильно такой... Не, вообще, как это сейчас можно говорить, не раскрученный. Не, не. Ну, две тысячи это прилично. Вы не скажите. Две тысячи это в общем прилично. Не, ну, у меня, правда, без... Я никаких турбонаддувов там всяких разных не использую. Мне тут куча предложений поступает. Давай мы тебя сейчас там накрутим, что-то подкрутим. Я говорю, не, ребят, мне это не интересно. Вот пусть живые люди приходят, кто смотрит. Кому интересно, пусть смотрят. Кому интересно, кто спец. Я часто вижу какие-то статистические данные, которые... Понятно, что накрученные, потому что есть определенные пропорции между подписчиками, просмотрами, количеством видео и так далее. И, ну, оно, как бы сказать... Когда доверия нет, уже не важно, что он там сказал. Уже не важно, о чем он там говорил. Ну, то есть, он для кого-то, для чего-то, но это явно не наше. То есть, как бы, элемент доверия очень важен. А мне тут женщина одна вчера, только позавчера написала там, значит, ну, товарищ у нас на даче, там он готовил, показывал, гость, может сказать. И он там, значит, курочку моет под краном, значит, вытирает салфеточки там, складывает. И, говорит, как увидела, сколько воды, говорит, там у вас пролилось. Говорит, я ставлю вам дизлайк и отписываюсь. Я думаю, эх, вот она классовая, классовая, где вражда. Вот есть люди, которые экономят воду, а есть, которые нет. Это самое опасное. Классовая ненависть – это самая страшная, самая лютая ненависть, которая существует в воде. В Москве воду экономят или что? А нету другого выбора, потому что всех обязали поставить счетчики. Если раньше можно было платить по нормам, копейки, да, то сейчас всем поставили счетчики, и хочешь, не хочешь, экономить будешь. Потому что, вот, например, у меня в жилом помещении за куб горячей воды я плачу что-то около 250 рублей. Кубометр? Вот у меня есть еще кубометр, да. Вы совсем не даром? Да, даром пока еще. Ну, потому что и так, коммунальные платежи составляют у многих москвичей около 20% от их дохода. Вот. А в нежилом помещении, вот у меня есть нежилое еще помещение коммерческое, так вот я там оплачу за куб полторы тысячи рублей. Вот это уже далеко не даром. Вот это уже, потому что для коммерческих нужд совершенно дедая водичка. Ну, вы же там нужд не принимаете? Или это коммерческое с едой связано как-то? Нет, не с едой. Ну, слава богу, если бы с едой, то это было бы вообще разорение. Просто на одну воду только уходило бы. Я представляю, сколько люди сейчас в саунах платят, какие там деньги. Мне даже страшно подумать. Послушайте, а вот напоследок уже так вы мне скажите. Простой человек, ну, я понимаю, что в бизнесе там отдельно. Ну, просто человек, гражданин. Он сталкивается с тем, что ему надо платить, что у него вымогают взятку. Что-то ему положено, но он вынужден отдать взятку, иначе не получишь. Ну, смотрите, надо отдать должное. Сейчас, конечно, с этим все меньше и меньше сталкиваешься. Но одной рукой вроде бы как они прижимают вот этих вот всех людей, которые раньше вымогали. А другой рукой производят, например, реформы здравоохранения. Ее недавно так провели, что вот либо ты будешь два часа в очереди сидеть, чтобы попасть на прием к врачу. Это в Москве, я сейчас не говорю о том, что там где-то там в области. Либо ты просто-напросто, ну, как-то так по-другому туда зайдешь и по-другому с тобой поговорят. Например, в Осташкове у меня недавно был, влог у меня даже есть. Чтобы вызвать скорую помощь, люди платят полторы тысячи рублей. Это уже тариф, который озвучивают чуть ли не прям не по телефону. Если кто-то там что-то, не дай бог, себе сломал, там какой-то случай, когда требуется скорая помощь, официально она бесплатная, но без полторы тысячи рублей к тебе никто не приедет, потому что за бензин надо платить, а денег нет. Ну, бензин же, государство-то же бензин-то или еще? В том-то все и дело. Вы же спросили про взятку, вот я и говорю, что вот это вот такая вот история. В Москве близко к Кремлю и они боятся. А вот на периферии ничего. А вот прием в институт и, допустим, взятка за то, чтобы попасть на субсидированную программу, нежели там частную и так далее. Вот я знал людей, которые расскажут. Или, скажем, студент учится, из него вымогают, чтобы он иначе он экзамен не сдаст. Вот это массово или это рекоменда? На этом этапе, да. На этом этапе, значит, у меня детей в России, ну, пока я живу в России, у меня детей нет и не будет. Бог милого, как бы, пронесло, да. Вот. И поэтому я вот так вот плотно с этим не сталкивался. Однако у всех моих там одногруппников, одноклассников дети уже есть. Вот с введением ЕГЭ количество взяток, я не знаю, насколько оно сократилось, да, вот на этапе приема. Потому что, ну, вроде как ЕГЭ, если хороший, тебя в институт принимают. Но, опять-таки, сократилось количество бюджетных мест и увеличилось количество мест небюджетных. То есть, ты в любом случае платишь, но платишь не тем, кто сидит в приемной комиссии, а платишь их в бюджет. Ну, это все, в этом есть большая разница принципиальная. Да, это принципиальная разница. Но если ты бюджетник, все-таки, если ты проскочил на бюджет, и если у тебя что-то там с учебой не клеится, то могут поставить так вопрос, чтобы ты как-то вот по-другому решал эти проблемы, в том числе вот через этот инструмент. Вот, могут так вопрос поставить, но с этим борются. Я прям вижу, эта борьба, она приносит свои плоды. В плане финансов стало легче, но в плане общения с чиновниками, вот у нас тут случай до смешного дошло. Моя Светлания через, она же в Магаданской прописке у нее, да? А в Москве у нее временная регистрация. И вот во временной регистрации здесь можно сделать загранпаспорт. Мы в 2000, подчеркиваю, еще до всех этих событий, в 2013 году пошли делать ей загранпаспорт. Так нам выдали справку. Место рождения. Донецкая область, Россия. Не понял, а справка-то, она родилась там, что ли? Да, она там родилась. А, ты же говоришь, Магадан, ты же не знал. Да-да-да, но она родилась в Украине, и вы заметьте, какую справку мы выдали. Донецкая область, Россия. А где выдали такое? В российском многофункциональном центре. Ну, подождите, ну, это что такое? Функциональный центр. Это не госорганизация? Это госорганизация, я о чем и говорю. Вы же понимаете, да, что вот прикол-то есть в чем заключается, что это многофункциональный центр. Куда ты приходишь, где ты можешь получить, вот в чем сейчас плюс очень большой, не нужно бегать в 10 окон, там туда, по этому адресу, по этому. Можно прийти в одну организацию, в одно здание, и там 20 организаций сидят в одном месте. И ты можешь, там, получить, там, справку из БТИ, справку, там, отсюда, отсюда, отсюда. Ну, не надо тебе ездить по всей Москве. Есть веб-сайт, просто немногие умеют пользоваться, и самое главное, что пользователи более продвинутые, чем те люди, которые работают в этой организации. Они сами просто в состоянии, ну, вот. Не всегда так у них было хорошо получается. Ну, если бы Светлана им не сказала, ребята, куда же с этим-то. Ну, так сам факт того, что еще уже в 13-м году был вопрос решен, как понимаете? Ну, может, они просто по неграмотности, это же бывает. Да что-то как-то сомнения закрадываются. Может, и по неграмотности. Ну, нет, ну, полно полуграмотности. Ну, хорошо, меня уже, наверное, там, на работу требуют, там, телефон звонит. Давайте мы с вами попрощаемся. Значит, ребятам, всем привет. До свидания. Всем спасибо за внимание. Давайте. Счастливо. Счастливо. До связи. До свидания.